Уж, пойдем, сказала Наньгун Юэйер тихим голосом. Да. Нин Хунтянь ответил равнодушно. Он встал и ушел. Люди из дома чемпионов исчезли в мгновение ока. Другие богатые семьи были счастливы их неудачей. Изгнать такой талант из дома, возможно, только нынешний марки смог сделать такую глупость. Многие начали вспоминать разногласия между Нинцей и домом чемпиона. Кто-то даже говорил, что родная мать Нинцы была отравлена Наньгун Юэйер и что Нинцы уже готовится отомстить. Эти слухи также слышала Наньгун Юэйер, из-за чего уже давно не могла нормально есть и спать. Она обдумывала надежный план убийства Нинцы. Но, к сожалению, как бы она ни думала, все мысли шли к кровавой секте, но нынешняя цена за голову Нинцы была безумной. Наньгун Юэйер не могла предоставить им такую сумму. Нинцы стал настолько сильным, что она не могла сделать лишнего движения. Нинхун Тянь внутренне сожалела о том, что не убил Нинцы раньше. Из-за такого поворота событий большинству алхимиков не могло нормально сконцентрироваться. Конец соревнования постепенно приближался. Лю-Лю вышла на сцену и громко объявила. В этом соревновании победил убийца драконов. Есть ли у кого какие-либо возражения? Можете высказать их сейчас. Что за возражения? Кто посмеет возразить? У нас нет никаких возражений. Великий алхимик Нин занял первое место, вполне заслуженно. Мастера-алхимики взволнованно ответили. Они смотрели на Нинцы пламенными взглядами, как будто они нашли свою вторую половинку. Хорошо. Мастер Нин – это духовная трава дракона. Лю-Лю хлопнула в ладоши. Один из алхимиков принес нефритовую коробку Нинцы и он сразу же положил ее в пространственную сумку. Глава 176. Брошенная семья Лун вскоре после этого Лю-Лю закончил раздавать призы первой десятки. После этого Нинцы прочистил горло и громко сказал. Есть две причины проведения этого соревнования. Во-первых, я хочу, чтобы все знали, что я, Нинцы, теперь великий алхимик. Во-вторых, я хочу уничтожить семью Лун. Те, кто меня поддержит, отныне будут моими друзьями. Что? Даже при том, что он был психологически подготовлен, Лун Цзю Тянь не ожидал, что Нинцы вот так при всех скажет, что хочет уничтожить его семью. Вот попадал его. Убийца драконов, какое ты имеешь право распоряжаться моей семьей, Лун? Луна Утянь встал и крикнул Нинцы. Убийца драконов, семья Лун, семья торговцев номер один в империи Циньтан. Они не будут уничтожены, если ты так сказал. Нахмурился Хуан Фудженсио. Правильно, верно. Семьи, которые были в хороших отношениях с семьей Лун, начали протестовать. Лун Цзю Тянь холодно улыбнулся. Он посмотрел на Нинцы и насмешливо рассмеялся. Убийца драконов, что за розыгрыш? Ты, наверное, шутишь. Ха-ха-ха. Я посмеялся. Почему бы нам просто не забыть об этом? Нинцы засмеялся. Похоже, у вашей семьи Лун довольно много союзников. Тогда знают ли ваши союзники, что зал Стотрав прекратил вести дела с вашей семьей? Как только семьи, которые поддерживали семьи Лун, услышали слова Нинцы, были ошеломлены. Что? Зал Стотрав прекратил вести дела с семьей Лун? Да. Зал Стотрав заодно с убийцей драконов. Холодно подтвердила Лю-Лю. Многие патриархи сели. Взвесив все за и против, более половины людей все еще стояли, поддерживая семью Лун. Правильно, таблетки, которые я создам, в будущем будут продаваться только друзьям. Нинцы рассмеялся. Они не были идиотами. Все понимали значение слов Нинцы. Если они перестанут поддерживать семью Лун, то станут друзьями Нинцы. Дружить с великим алхимиком или продолжать вести бизнес с семьей Лун, чтобы заработать несколько монет? Выбор был очевиден. Еще половина глав семьи села. На данный момент только семь или восемь семей по-прежнему поддерживали семью Лун. Все потому, что они были тесно связаны с семьей Лун браками. Императрица, пожалуйста, рассудите справедливо. Убийца драконов полагается на свою власть и запугивает других. Что моя семья Лун сделала неправильно? Лун Цзютянь поклонился в направлении императорской семьи. То, что Лун Цзютянь сказал, было правдой. Семья Лун многим заплатила империи Циньтан. Если будет война, то семья Лун одна из первых, кто придет на помощь. Однако если взять другую семью и поставить на их место, то разве они не смогут достичь того же? Причина, по которой семья Лун стала такой сильной, была из-за Хуан Фудженсия, божественного военного особняка. Боюсь, что сумма денег, заработанная божественным особняком, даже больше, чем у моей семьи. Размышляя, Чинь Сию приняла решение. Ее красные губы высвободи мысли. Это личное дело между вами. Хотя я императрица, я не имею права вмешиваться. После этого она встала и улыбнулась Нин Цзю. Поздравляю убийцу драконов с одостижениями. Император отправит Евну Халин, чтобы наградить вас. Большое спасибо императрице. Нин Цзю поклонился. Сестра, пойдем со мной во дворец. Многие наложницы говорят, что скучают по тебе. Чинь Сию улыбаясь обратилась к девятой принцессе. Узнав, что кто-то скучал по ней, непослушная принцесса сразу же радостно сказала. Хорошо, старшая сестра, пошли. После этого члены императорской семьи покинули арену вместе с ними. Лицо Цзю теня застыло и стало пепельным. Отношение императрицы было очевидным для него. Лун Цзю тянь мог только попросить Хуан Фу Дженсиа о помощи. Хуан Фу Дженсиа кивнул ему, затем сказал Нин Цзю. Давайте решим всемирно, почему бы патриарху Лун и убийце драконов не высказать свои недовольства и решить их здесь. Нин Цзю ухмыльнулся. Поздно об этом думать. Раньше можно было бы решить всемирно. Семья Лун не захотела этого, божественный особняк, тебе лучше не вмешиваться в это дело, тебя это не касается. Лицо Хуан Фу Дженсиа потемнело, даже император не говорил с ним таким тоном. Было бы это раньше, он уже убил бы Нин Цзю своей ладонью. Однако, когда он подумал о нынешней личности Нин Цзю, у него возникли некоторые опасения, поэтому он мог только сохранять спокойствие. Поскольку это так, сказать мне больше ничего. После сегодняшнего дня положение семьи Лун, вероятно, сильно упадет. Лю Лю слегка улыбнулась. Семья Лун заслуживает этого. Нин Цзю рассмеялся. Несколько дней спустя. Принц империи Цинь Тан уже близко, сказал пиковый боевой император. На лице Байхаа появилась зловещая улыбка. Давайте быстрее. Да, сэр. Как только они приблизились к границам империи Цинь Тан, Цинь Чжин получил сообщение о большой группе, в тот момент, когда говорил о делах со своими министрами. Яростные белые тигры. 6. Империя белого тигра снова послала своих людей. Все министры уставились друг на друга, не зная, что происходит. Пойдем, мы должны посмотреть, что происходит. Вставая, сказал Цинь Чжин. После этого вместе со своей группой он отправился в сторону группы Байхаа. Среди группы этих людей были Хуан Фу Чжин Сиа, Кун Сиа Фын, Ца Дин Лун, Нин Хун Тяни и другие. Кто это? Стоп. Фан Цинь вышла из кареты. Аура великого боевого императора мгновенно окутала округу. Великий боевой император Цинь Чжиня был в шоке. Он сразу же приземлился и поприветствовал их. Я, император Цинь Тан, Цинь Чжин. Это на самом деле великий боевой император. Хуан Фу Чжин Сиа и остальные тоже были в шоке. Их одежда. Они что служанки? Увидев это их сердца не могли найти покой. Вы император империи Цинь Тан, Цинь Чжин. Этот принц хочет узнать, здесь ли моя девятая сестренка. Байхаа вышел из экипажа и снисходительно посмотрел на группу. Его взгляд скользнул по Цинь Чжиню и остальным. Презрение мелькнуло на его глазах. Даже глава империи был всего лишь боевым императором шесть Гуранга. Такая маленькая страна, его группа может легко уничтожить ее. Поэтому Цинь Чжин ничего не представлял в его глазах. Девятая принцесса действительно здесь. Цинь Чжин кивнул. Что касается поведения Байхаа, хоть он и ощущал гнев, его служанки были слишком сильны. Как он осмелится противостоять им? Хорошо. Вы знаете Нин Ци? Я слышал, что он убийца драконов вашей империи Цинь Тан. Хэм. У него довольно большой рот. Сказал холодно Байхаа. Обдумывая лицо Хуан Фу Чжин Сиа слегка изменилось. По его тону кажется, что он недоволен Нин Ци. Нин Хун Тянь быстро среагировал. Не дожидаясь ответа Цинь Чжина, он взял на себя инициативу и шагнул вперед. Нин Ци, мой незаконнорожденный сын, я собственноручно исключил его из семьи. Глава 177. Приму три удара. Цинь Чжин холодно взглянул на него. Нин Хун Тянь знал, что Цинь Чжин смотрит на него, но ради будущего дома чемпиона у него не было другого выбора, кроме как сделать это. У них есть великий боевой император, как Нин Ци сможет спастись. Байхаа посмотрел на Нин Хун Тяня и насмешливо улыбнулся. О, твой сын, ты знаешь, что я намереваюсь уничтожить весь его дом. Поскольку ты его исключил, твой дом не пострадает, отвези меня к нему. Услышав это, спина Нин Хун Тяня к тому моменту была вся в холодном поту, но он не мог не обрадоваться. На этот раз убийца драконов попал в беду. Быть таким высокомерным, ха-ха-ха. В прошлый раз была девятая принцесса, а на этот раз принц. Он действительно доставляет неприятности нашей империи Цинь Тан. Некоторые люди радовались несчастью Нин Ци, в то время как другие выражали недовольство, что Нин Ци находит проблем на голову слишком много. Все собрались вокруг тринадцатого принца и направились к Нин Ци. Как только Нин Ци и четверо слуг вышли из его комнаты, они внезапно услышали громкий рев снаружи. Проклятый сын, выходи. Нин Хун Тянь. Лицо Нин Ци стало холодным. Я отпустил тебя, и все же ты пришел за мной. Хорошо, давай покончим с этим сегодня. Бай Ха посмотрел на плотно закрытую дверь особняка парящих драконов и усмехнулся. Вынесите дверь. Его подчиненный боевой император ударил ладонью, в результате чего дверь развалилась на куски. Джаэр, который прятался за дверью, принял на себя удар и отлетел. Убийца. Убийца. Джан Лонг и Джаэху. Доложите об этом молодому мастеру. Джаэр печально взревел. Мелькнула фигура, и рядом с Джаэр появился третий мастер Нин. Он ударил бедро Джаэра и остановил кровотечение. Нин Хун Тянь холодно рассмеялся. Нин Сань, отойди в сторону. Губы третьего мастера Нин дернулись, но он не осмелился что-то сказать, потому рядом с Нин Хун Тяня был император Цинь Чжин. Император хочет пойти против Нин Ци. Что мне делать третий? Мастер Нин беспокоился и не знал, что делать. Девятая принцесса была во дворце. Если бы она была здесь, то было бы все в порядке. Нин Хун Тянь. Вы. Нин Ци вышел с Джан Луном, Джаэху и остальными. Как только он собирался заорать на них, он вдруг увидел, как Цинь Чжин горько улыбается ему. Так много людей. О, ты тоже здесь? Нин Ци посмотрела на Бай Хаа и сразу понял, что происходит. Бай Хаа с ненавистью уставился на Нин Ци. Ты правда думаешь, что можешь просто уйти после того, как унизил меня? Хаим, как насчет этой женщины и те служанки? Позови их Нин Ци усмехнулся. Тебе в прошлый раз было недостаточно, ты решил опять прийти или опозориться? Это недоразумение, может все решим. С улыбкой сказал Цинь Чжин. Император империи Цинь Тан, это не имеет к тебе никакого отношения. Вы можете уходить. Бай Хаа холодно взглянул на Цинь Чжиня это. Тринадцатый принц сказал тебе уходить, ребята, поторопитесь и уходите. В противном случае, не вините нас за невежливость. Фан Цинь холодно сказала. Внушительная аура великого боевого императора подавляя всех вокруг. Нин Ци решил проверить их характеристики, но получил в ответ только, неужели они обе великие боевые императоры? Им не более 30 лет. Нин Ци был слегка шокирован. Он понял, что Бай Хаа подготовился, и сегодня, вероятно, будет жестокая битва. Уходим. Цинь Чжин был в ярости. Ему, правителю империи, пришлось проглотить свой гнев из-за этого желторотого ребенка. Перед тем как уйти, отпристально посмотрел на Нин Ци. Девятая принцесса сейчас с императрицей. Спешите и передайте ей эту новость, сказал Цинь Чжин. Проклятый сын, ты высокомерен и тщеславен, создаешь везде проблемы, где бы ты ни был. Теперь, когда ты обидел тринадцатого принца, почему ты все еще не встал на колени и не убил самого себя? Нин Хун Тянь говорил тяжелым голосом. Нин Хун Тянь, ты просто настолько бесстыден. Ты хочешь, чтобы я совершил самоубийство? Думаешь, имеешь право распоряжаться? Сегодня я заставлю вас встать на колени перед моей матерью и умолять у нее прощение сотню дней. Усмехнулся Нин Ци. Байха усмехнулся. Нин Хун Тянь, пойди и поймай своего сына. Да. Тринадцатый принц. Нин Хун Тянь почтительно поклонился, а затем пошел к Нин Ци. Нин Ци громко рассмеялся, выпустив свою ауру пикового духовного мастера. Нин Хун Тянь был слегка шокирован. Этот нерадивый сын на самом деле был пиковый духовный мастер, как его скорость совершенствования может быть настолько быстрой. Нет, сегодня я должен убить его, иначе наш дом чемпиона будет уничтожен. Все решив, Нин Хун Тянь крикнул. Имперский карающий кулак. Это действительно было высший боевой навык земного ранга. Видя это движение, брови Байха также слегка дернулись. Я не ожидал, что в такой маленькой империи Цинь Тан Маркиз действительно будет обладать боевым навыком земного ранга высшего класса. Бум. Мастер Нин, Джан Лун и Джааху испугались. Нин Ци не уворачивался, и принял удар Нин Хун Тяня. Отступив более чем на 10 шагов, на месте где он остановился образовались две ямы. Нин Хун Тянь задействовал огромное количество своей энергии на этот удар. Нин Ци потерял более 10 тысяч очков здоровья. Почему ты не увернулся? Нин Хун Тянь холодно фыркнул. Нин Ци ухмыльнулся и сказал. Сегодня я приму твои три удара. После этих трех ударов мы с тобой будем врагами. Ничто не будет нас связывать, как отец и сын. Ублюдок. Нин Хун Тянь был в ярости. Он бросился вперед и ударил еще раз в Нин Ци. Второй удар. Нин Ци потер грудь и засмеялся. У него есть защитный предмет. Лицо Нин Хун Тяня потемнело. Пиковый духовный мастер действительно способен выдержать мощную атаку боевого короля Один Гуранга. Усмехнулся Байха. Имперский карающий кулак. Нин Хун Тянь взревел. Его глаза покраснели. Этот удар был необычайным. Эта атака была еще на 30% сильнее, чем до этого. Бум. Нин Ци отбросила в воздух. Восстановив контроль, он спокойно приземлился на землю. Он сразу же съел таблетку восстановления земного ранга высокого класса. И его здоровье мгновенно восстановилось до максимума. Хорошо, теперь я верну твои три удара. Нин Ци громко рассмеялся. У тебя просто силенок не хватит. Кого ты пытаешься напугать, Нин? Хун Тянь холодно фыркнул. Сегодня я лично убью тебя. Умеешь превращать черное в белое? Неплохо. Но я всего лишь немного не дотягиваю до тебя. Нин Ци холодно рассмеялся. В следующий момент он мгновенно появился перед Нин Хун Тянем. Рев. Прозвучал рев дракона. Появились грозные серебряные драконы и направились к Нин Хун Тяню. Глава 178. Поражение Нин Хун Тяня имперский карающий кулак. Кулак Нин Хун Тяня озарился золотым светом. Однако, как только этот золотой свет встретил серебряного дракона, свет мгновенно потух, не в силах сопротивляться. Нин Хун Тянь был потрясен. Его грудь поразили 18 ладоней дракона. Он выплюнул полный рот крови. Пиковый духовный мастер одной ладонью нанес такой сильный урон боевому королю. Нин Ци не дал Нин Хун Тяню возможности перевести дух. Плюнув на защиту, он безумно атаковал Нин Хун Тяня. Бум, бум, бум. За несколько секунд одежду Нина Хун Тяня полностью разорвала. Все его тело было в ранах. Из 10 ударов Нин Ци 7 пришлись по его лицу, из-за чего он потерял свой первоначальный вид. Его лицо сейчас выглядело словно морда свиньи. Этот ребенок, как он может быть таким сильным? Невозможно. Я великий чемпион, как я мог проиграть этому ублюдку? Нин Хун Тянь сдал безумный рев и потерял сознание от стыда и гнева. Мастер Нин, убери его. Я разберусь с ним позже. Сказал Нин Ци. Нин Сан кивнул и убрал Нин Хун Тяня в сторону. Тьфу. Так волнительно. Байха охлопнул в ладоши и улыбнулся Нин Ци. Какое восхитительное сражение между отцом и сыном. Неплохо, но как жаль, хоть ты и победил его, моей хватки ты не сможешь избежать. Почему бы нам не закончить с этим? Сев на резной стул с драконами, он вытянул свою ногу и показал на свою промежность. Если ты проползешь подо мной, полоишь как собака, а затем передашь ту женщину и группу Синче, то я отпущу тебя. Что скажешь? Как ты смеешь? Иди к черту. Чжа Ху, наконец, не мог сдержаться и зарычал на Байха. Один из пиковых боевых императоров рядом с Байха быстро принял меры, ударив ладонью в сторону Чжа Ху. Чжа отлетел на несколько метров и потерял сознание, было непонятно жив он или мертв. Чжа Ху. Лицо Нин Ци напряглось. Чжан Лун быстро подбежал к нему и проверил, убедившись, что все нормально, он кивнул Нин Ци. Только тогда Нин Ци вздохнул с облегчением и холодно посмотрел на Байха. Хулиган, у тебя хватит смелости сразиться с дедушкой один на один? Принц Империя Белого Тигра имеет совершенствование духовного мастера Три Гуранга. Как ты смеешь оскорблять принца? Лицо Фан Ци не изменилось. Она выпустила свою ауру и собиралась убить Нин Ци. Однако Байха протянул руку и остановил ее. Он посмотрел на Нин Ци, как ядовитая змея. Я сам хочу замучить его до смерти. Даже если сегодня появится девятая сестра, она не сможет вас спасти. Сказав это он взревел. Дьявольский Белый Тигр Небес. Боевая техника высшего класса земного ранга. Его тело вспыхнуло молочно-белой Ци и превратилось в Белого Тигра. Байхай как будто сам стал Тигром. Особая боевая Ци. Нин Ци презрительно рассмеялся. 18 Ладоней Дракона. Бум. Байха тотчас же отлетел, тяжело упав на землю, и из его рта потекла кровь. Его лицо покраснело, он сердито взревел. Быстрее. Идите и поймайте его живым. Да, 13 Принц. 9 пиковых боевых императоров и 36 боевых королей мгновенно окружили Нин Ци. Поскольку 13 Принц хотел схватить Нин Ци живым, они не смели убивать его. У меня более 100 тысяч очков здоровья. Ты собираешься схватить меня живым? Я позволю тебе почувствовать вкус силы моего Великого Клинка. Мгновенно появился меч убийца драконов высвобождая непреодолимую силу. Нин Ци использовал свою сильнейшую технику меча лезвия пяти тигров, ударив в сторону врагов. Дин, Дин, Дин. Оружия боевых императоров разрушились до ухуана, развалились после столкновения с этим мечем. Что это за меч? Неужели он небесного ранга? В глазах Байха вспыхнула жадность. Первоначально он только хотел отомстить и вернуть себе честь, но он не ожидал найти такой неожиданный сюрприз. Даже в империи Белого Тигра был только один предмет небесного ранга, и его владельцем был его отец император. Ахвиковый боевой император, который недооценил Нин Ци, разрубила пополам вместе с его оружием в рука. Свежая кровь пролилась на землю, его более 30 тысяч очков здоровья мгновенно исчезли. Нин Ци получил лишь несколько незначительных травм. Пока боевые императоры пытались схватить юношу, клинок Нин Ци поражал одного за другим. Мастер Нин такой сильный. Чжан Лун поддерживал Чжа Ху, смотря на происходящее все вы, отступите. Фан Цинь, Фан Кшу, займитесь им. Приказал Байха. Когда боевые императоры услышали это, они с позором вернулись к Байха. В следующий момент Фан Цинь исчезла, после чего появилась позади Нин Ци. Его быстро схватили и повалили на землю перед Байха. Разве ты не очень хорош в бою? Байха ухмыльнулся и подошел вперед, чтобы взять меч-убийцу драконов из рук Нин Ци, после чего начал жадно осматривать его. Когда он увидел, что на мече было семь пустых отверстий, он сразу же подумал о чем-то. Даже незавершенный он мог выдать такую силу. Это клинок без сомнений должен быть небесного ранга. Если его восстановить, то не значит ли это, что вместе с ним можно уничтожить весь мир? Байха был в восторге. Он немедленно решил захватить его, но как только его боевая Ци вошла в меч, он отскочил назад, выплюнув кровь. Ха-ха-ха. Тринадцатый принц, ты хочешь этот клинок? Я думаю, что тебе и жизни не хватит, чтобы это сделать. Нин Ци засмеялся. Меч-убийца драконов была слит с ним, кроме него, даже боевой монарх не смог бы его забрать. Черт. Рассердился Байха. Хлоп-хлоп. Фан Цинь ударила по лицу Нин Ци, в результате чего его лицо мгновенно распухло. Вы, две суки, пользуетесь тем, что великие боевые императоры и запугиваете слабых. Если вы дадите мне несколько лет, я определенно преподам вам урок высокомерный. Думаешь, справишься с нами через несколько лет? Как будто они услышал самую большую шутку в мире. Глаза Фан Цинь не скрывали презрения. Если вы не верите, давайте поспорим. Нин Ци рассмеялся. Фан Цинь холодно фыркнула и не обратила никакого внимания на Нин Ци, посмотрев в сторону принца. Тринадцатый принц. Как нам быть с этим ребенком? Разащите Син Чи и других. Фан Шу. Разащи ту женщину великого боевого императора. Убей ее. Распорядился Байха. Да сэр. Группа боевых императоров быстро распространилась по всему особняку. Нин Ци был обеспокоен и быстро полез в магазин дракона, надеясь найти что-нибудь, что могло бы помочь ему переломить ситуацию, но внезапно раздался голос. Тринадцатый брат, что ты делаешь? Глава 179. Настоящее тело Сюэлин принцесса пришла с Дэн Санем и остальными. Увидев ее, Нин Ци обрадовался. Он никогда не думал, что будет рад появлению принцессы. Девятая сестра, ты здесь так долго находишься, почему не возвращаешься? Сказал Байха фальшиво улыбаясь. Девятая принцесса. Фан Цинь поклонилась. Хе-хе, даже служанки-близнецы Хан Тянь Шин вместе с тобой, а Фан Шу, где она? Непослушная принцесса посмотрела на Нин Ци и усмехнулась. Как только она закончила говорить, она увидела Фан Шу с группой людей. Помимо четырех служанок, также были и мадам Цзо. Ся Юэ и Рецзо Линьер. Дагау Цзы, казалось, упал в обморок, потому что его нес боевой король. Байха посмотрел на Синча и остальных. Его взгляд внезапно привлекли Ся Юэ и Рецзо Линьер. От них исходило особое очарование, которое заставило заинтересоваться Байха. Ха-ха-ха-ха. Нин Ци, я не думал, что в твоем доме будет столько сокровищ. Я хочу этих двух девочек. Обе руки Цзо Ши крепко держали двух девушек, когда один из боевых королей хотел силой забрать их. Стоп. Кто осмелится сделать шаг? Я привлеку вас к ответственности перед императорским отцом. Принцесса подошла к Ся Юэ и Рецзо Линьер и встала перед ними, как бы защищая их. После этого она холодно посмотрела на Байха и его подчиненных, которые все опустили головы, не смея смотреть в сторону принцессы. Сестра, что ты имеешь в виду? Насмешливо спросил Байха. Непослушная принцесса сказала холодным голосом. Тринадцатый брат, я не успела спросить тебя, что ты делаешь, а ты уже в меня вопросами сыплешь? Нин Ци является великим алхимиком моего дома, почему ты доставляешь ему неприятности? Байха холодно сказал. Великий алхимик. И что? Это позволяет ему оскорблять всех, кого вздумается? Даже моя мать была оскорблена им. Даже госпожу Хан Тян Шин? Принцесса была в шоке. Она посмотрела на Нин Ци. Однако самое главное сейчас было не это. Ей нужно защитить Нин Ци, а об остальном она позаботится позже. Тринадцатый брат, скажи мне, что ему нужно сделать, чтобы ты отпустил его? Спросила принцесса. Байха засмеялся и указал на свою промежность. Я уже сказал ему, пусть проползет подо мной, пролайт и отдаст всех своих женщин, вот тогда я его пощажу. К сожалению, он сам отказался от этой возможности, поэтому сегодня либо он умрет, либо я заберу их всех в свою резиденцию и... Девятая сестра, я предлагаю тебе найти другого алхимика. Как Дэн Сан и остальные могут противостоять, Фан Цинь. Ты хочешь со мной поссориться? Ты действительно думаешь, что в имперской столице нет никого, способного контролировать тебя? Суровым голосом сказала принцесса. Ну, кроме имперского отца, даже старшему брату придется считаться со мной, если он увидит меня, верно? Ха-ха-ха. Вслух раздумывал Байха, а затем злобно рассмеялся. Затем его лицо стало холодным. Взять их. Да, сэр, ваше высочество, не будьте опрометчивыми. Дэн Сань проговорил тихим голосом. В сложившейся ситуации им придется пойти на уступки. Если они вступят в драку, то понесут большие потери. Миссия Дэн Сана состояла в том, чтобы защитить принцессу. Безопасность нинцы его не касалась. Молодой мастер. Увидев группу негодяев, идущих к ним, Сяю и Ритзо Линьер сильно испугались. Молодой мастер, я не смогу сопровождать вас в этой жизни до старости. Давайте встретимся снова в нашей следующей жизни, сказала Синь Цинь. Будучи захваченным Байха, она, естественно, могла представить, что с ней будет. Как только она закончила говорить, она собиралась откусить свой язык и покончить жизнь самоубийством. Нет, взревел нинцы, не позволяя ей совершить самоубийство. Яростно приказал Байха. В этот критический момент из особняка парящих драконов внезапно раздался оглушительный рев дракона, пронзивший небо. Снова на лице нинцы появилась улыбка. На его лице появился проблеск надежды, и он посмотрел на задний двор. Белоснежный дракон длиной всего 20 футов с парой рогов взлетел в воздух и пролетел на их головами. Затем со вспышкой света рядом с нинцы появилась дама с красивым лицом, белыми волосами и голубыми глазами. Байха был ошеломлен. Такая красивая, такая. Дракон Семь Гуранга? Может быть, это женщина? Глаза принцессы вспыхнули. Она никогда не видела настоящего тела Сюэлин, но, подумав немного, она догадалась о ее истинной личности. Неужели нинцы скрывал дракона Семь Гуранга? Значит, она дракон. Дэнсон и остальные внезапно осознали это. Мы можем быть спасены. Третий мастер нин слегка улыбнулся, вздохнув с облегчением. Сюэлин посмотрела на нинцы, и нинцы сразу же почувствовал, что сила, которая давила на него, исчезла. Он освободился и быстро подошел к Сюэлин. Сюэлин слегка кивнула ему, а после посмотрела на Байхаа и сказала, убирайся. Байхаа пришел в себя и с жадностью посмотрел на нее. Красавица, будь моей женой, мой отец император империи Белого Тигра, а моя мать, дочь третьего старейшины семьи Фан, я более чем достоин вас. Лицо Сюэлин слегка изменилось. Все сразу почувствовали холод, который был направлен на Байхаа, который стоял за Фан Цинь. Как ты смеешь? Две девушки закричали и одновременно ударили ладонями, чтобы рассеять священную технику Сюэлин. Вы всего лишь великие боевые императоры Один Гуранга. Думаете, у вас хватит сил противостоять моей технике клана Снежных Драконов? Бесконечно заморозки. На лице Сюэлин появилась насмешка, ее волосы развивались, ее нефритовые глаза, похожие на драгоценные камни, внезапно побелели. Лица двух служанок изменились, на их телах появился слой льда. Они за несколько секунд превратили в ледяные статуи. Увидев это, лицо Байхаа сильно потемнело. Как это возможно? Что это за техника? Снежный Дракон? Почему я никогда не слышал о таком клане? Принц, будь осторожен. Все подчиненные Байхаа были преданными и закрыли собой Байхаа. Один за другим они превращались в лед. Байхаа закричал от страха и решил сбежать, но в тот момент, когда он захотел сделать шаг, сразу же застыл. Прошло мгновение, а поражение превратилось в победу. Закончив, Сюэлин посмотрела на принцессу, которая отвернулась и ушла. Все, кто был рядом, могли увидеть ее счастливую улыбку. Глава 180. Голова за головой молодой мастер. Ся Юэрит Золиньер бросились к нинцы. В этот момент Нин Хун Тянь начал просыпаться, но то, что он увидел, повергло его в шок. Он посмотрел на Байхаа и других. Как это могло произойти? Мысли перемешались в голове Нин Хун Тяня, но быстро собравшись, он стал думать, как выбраться отсюда. Я думаю, что напугал вас обоих. Теперь все хорошо. Нин Ци утешил их немного, а затем позволил Цзуши забрать их, потому что дальше будет зрелище не для детей. После этого Нин Ци подошел к Джаху и дал ему исцеляющую таблетку. Только тогда травмы Джаху стабилизировались. Почувствовал, что его дыхание стало устойчивым. Нин Ци почувствовал облегчение и сказал. Джан Лун, позаботься о Джаху, пусть поправляется. Да. Джан Лун кивнул. Кроме Джаху, был также Джаэр, Дагаутзы и другие слуги, которые были ранены. Нин Ци не был скуп, дав каждому таблетку восстановления земного ранга. После этого Нин Ци подошел к Син Ци и посмотрел на нее сверху вниз. Из-за взгляда Нин Ци, ей стало неловко. Почему ты такая глупая? Нин Ци спросил ее тихим голосом. Как только Син Цзинь собиралась открыть рот, Нин Ци прижал свою руку к ее губам. Обещай мне, что в будущем ты не больше не станешь делать такие глупости. Да. Син Цзин кивнула. Молодой мастер, тринадцатый принц не простит этого, почему бы нам? Син Ци бросила взгляд на Бай Ха, еле сдерживая свою жажду убить. Принцесса тут же сказала. Нет, он не должен здесь умереть. Син Ци, как долго ты следуешь за Нин Ци? Откуда у тебя такие мысли? Почему я этого не видела в своем доме? Я позабочусь об этом. Не волнуйтесь, вы можете ли дед? Сказал Нин Ци. Да, молодой мастер. После этого, все ушли, кроме людей Бай Ха. Остались только Нин Ци, третий мастер Нин. Нин Хун Тяни группа принцессы. Принцесса, кроме Бай Ха, кто еще должен остаться в живых? Серьезный Нин Ци посмотрел на принцессу. Принцесса, естественно, поняла значение его слов. Фан Ци и Фан Шу должны остаться в живых. Хорошо, я понимаю. Нин Ци шагнул к Бай Ха. Ты. Когда Дэн Сан хотел остановить его, его остановила рука принцессы. Не волнуйся, он знает, что может себе позволить. Подойдя к Бай Ха, Нин Ци взял меч убийцу драконов из его руки. Смотря на ядовитые глаза принца, Нин Ци улыбнулся и спросил. Что? Ты действительно хочешь убить меня? Жаль, что твоих навыков недостаточно. Черт. Я обязательно растопчу твои кости и развею по ветру. Бай Ха был в бешенстве. Именно тогда один из его подчиненных пиковый боевой император увидел, как Нин Ци держащий свой меч направился к нему. Он хочет меня убить? Как он посмел? Как только эта мысль мелькнула у него в голове, Нин Ци взмахнул мечом и отрубил ему голову. День. Поздравляем хозяина с убийством пикового боевого императора. Вы получили 200 000 очков опыта. День. Поздравляем хозяина. Вы получили набор с игрой. Пожалуйста, откройте его. В течение 24 часов я получил довольно мало очков опыта. Нин Ци вздохнул и пошел дальше. Нет. Еще один удар, и еще одна голова упала на землю. Через некоторое время все пиковые боевые императоры, которые пришли с Байхаа, были обезглавлены. Никто из них не думал, что они найдут свою смерть от руки пикового духовного мастера. Принцесса, мы должны остановить его? Брови Дэн Сана подпрыгнули, увидев происходящее. Нет необходимости, 13-й брат слишком высокомерен, преподать ему урок тоже хорошо. Даже если бы императорский отец знал об этом, с личностью Нин Ци как великого алхимика все будет в порядке, холодно сказала принцесса. После убийства боевых императоров Нин Ци начал убивать боевых корлей. Вскоре все охранники Байхаа были мертвы. В конце концов его взгляд переместился на 8 яростных белых тигров. Забудь о своих тиграх. Нин Ци рассмеялся. Байхаа взревел в своем сердце. Принцесса подошла и улыбнулась. 13-й брат, не волнуйся. Через некоторое время ограничения твоего тела будут сняты. Когда придет время, послушно вернись в имперский город и не выходи из него, не ищи себе проблем. Кроме того, вы двое скажите наложнице Хан Тянь Шинь, что Нин Ци – великий алхимик моего дома, и он не тот, кого можно легко коснуться. В противном случае, я определенно буду искать справедливости у моего отца со своей матерью, и помните, что вы – члены семьи Фан, а не члены моей императорской семьи. Холодно пригрозила принцесса. Фан Цинь и Фан Шу были в ярости, но они ничего не могли сделать. Примерно через два часа лед на их телах немного ослаб, и они наконец могли двигаться. Смотря на Нин Ци, который был прямо перед ними, Фан Цинь взревела и собиралась убить его. Ну давай попробуй. Вы, я вижу, хотите, чтобы ваш принц отсюда живым не ушел? Нин Ци спокойно стоял на том же месте. Ладонь Фан Цинь так и застыла, даже не приблизившись к Нин Ци. Очевидно, угроза Нин Ци была эффективной. Фан Цинь, уходим, доложим об этом нашей госпоже, сказала Фан Кшу. Грем. Фан Цинь холодно фыркнула и убрала ладонь. Она холодно посмотрела на Нин Ци. Никогда не попадайся в мои руки. Что это? Я тебе нравлюсь? Это не сработает. Моя женщина не может быть такой холодной, как ты, Нин Ци засмеялась. Ты, бессовестный мальчишка, твои слова пусты. Холодно сказала Фан Цинь. О, ты хочешь, чтобы я тебя разогрел? Нин Ци рассмеялся. Лицо Фан Цинь покраснело, но она ничем не могла возразить Нин Ци. В это время Бай Ха также начал двигаться. Он посмотрела на трупы на земле и указал на Нин Ци. У тебя есть мужество. А у тебя нет яйца, смехнулся Нин Ци. Девятая сестра, я хочу посмотреть, как долго ты сможешь защищать его. Столько боевых императоров умерло. Отца лично возьмется за это. Пойдем. Бай Ха холодно взглянул на девятую принцессу и ушел, оставив угрозы позади. Когда он ушел, остались восемь яростные белые тигры и трупы его охранников. Бай Ха не собирался забирать трупы, это уже показывало, насколько он был безразличен к своим людям. Третий мастер Нин, свяжи их головы вместе и повесь снаружи нашего дома, сказал Нин Ци. Да. Нин Сан кивнул. После этого Нин Ци посмотрел на принцессу и сказал. Девятая принцесса, спасибо, что заступились за меня, вы всегда были на моей стороне. Если вам понадобятся какие-нибудь таблетки в будущем, просто скажи мне, я не откажу вам. Глава 181. Фонарь из голов Сиахо и удивленно щебетал, прыгнув на плечо Нин Ци и обнял его. Непослушная принцесса сжала губы. Я помогаю тебе, потому что ты мой алхимик. Хэм, я собираюсь найти сестру Сноу и спросить ее, кто она такая. После этого она повернулась и ушла. Дэн Сань сразу ответил. Ваше высочество. У Сноу плохой характер, вам лучше не беспокоить ее. Однако принцесса вела себя так, словно не слышал его. Мастер Нин, что случилось сегодня? Эх. Дэн Сан не знал, что сказать. Он повернулся и погнался за девятой принцессой. Три других боевых императора не были прямыми подчиненными принцессами, поэтому их не раздражал тот факт, что они оскорбили Байхаа. Твоя хозяйка уже ушла, почему ты до сих пор здесь? У меня сейчас нет питательного эликсира. Криво улыбнулся Нин Ци. Услышав это, Сиахо и сразу же поморщился, превратился в полосу серого света и исчез. Нин Ци засмеялся и посмотрел на Нин Хунтиня. Нерадивый сын, что ты пытаешься сделать? Ты знаешь, что ты принес великое бедствие. Нин Хунтянь с трудом встал и закричал. Кого ты там сыном назвал? Ты недалекий, который не признает предателей, безмозглый и тщеславный. Рано или поздно дом чемпиона будет разрушен тобой. Холодно сказал Нин Ци. Ха-ха-ха-ха-ха. Нин Хунтянь рассмеялся. В конце концов, ты раскрыл свое истинное лицо. В конце концов, ты все еще хочешь заполучить дом чемпиона. Какая шутка, если я убийца драконов захочу, я могу купить 10 твоих домов. Ты думаешь мне нужен твой дом? На кой черт? Единственное, что я хочу, это чтобы ты встал на колени и молил прощение у моей матери. Нин Ци усмехнулся, подходя к Нин Хунтиню. Ты хочешь, чтобы я молил прощение у рабыни? Даже не думайте об этом. В глазах Нин Хунтиня мелькнули следы стыда и гнева. Хлоп, хлоп. К сожалению, он не мог сопротивляться. Нин Ци тот дважды ударил его и потащил прямо в буддийский храм. Нин Ци поставил его на колени перед прахом своей матери. Мама, обещание сына было выполнено. Сегодня я принес этого отморозка, чтобы он просил у тебя прощения. Я надеюсь, что твой дух сможет успокоиться на небесах. Тем временем могли только наблюдать, как Байха и служанки покинули столицу остальных. Его подчиненных не было видно. Давайте посмотрим, сказал Цинь Чжин. Да, ваше величество. Все последовали за Цинь Чжинем и пошли к особняку парящих драконов. Внезапно они увидели, как выходит Нин Санье. В его руках были две связки голов, которые он повесил по обе стороны входной двери, как светильники. Найдите кого-то, чтобы восстановить дверь. Повесив головы, третий мастер Нин подошел к слугам. Да, слуги ответили взволнованно. Чем сильнее был особняк парящих драконов, тем больше выгод они получал. Первоначально они думали, что это конец. Никто не ожидал такой победы. Что происходит? Эти люди, это те пиковые боевые императоры. Ваше величество, пиковые боевые короли тоже мертвы. Лин Тянь сказал тихим голосом. Хуан Фу Чжин Ся и все остальные были ошеломлены. Как это возможно? Почему они умерли? Как это возможно? Хуан Фу Чжин Ся, который всегда был уверен в себе, почувствовал, будто его сердце сейчас выпрыгнет. Лун Цзю Цань, который следовал за Хуан Фу Чжин Ся, сильно сожалел в своем сердце. Если бы он понял это раньше, то сделал бы все для Нин Ци. Он убил всех этих экспертов. Зачем ему бояться семьи Лун? Нет. Моя семья Лун должна покинуть империю Цинь Тан, иначе однажды наша семья будет разрушена. Лун Цзю Цань принял решение в своем сердце. Старик, твой внук не реинкарнация бога дракона, верно? Почему независимо от того, с каким врагом он встречается, все проигрывают ему? Ца-1 Лун начал бредить. Ваше Величество. Когда Нин Сань увидел Цинь Чжина, он поспешно приветствовал его. Нет необходимости в вежливости, что произошло с этими людьми. Он посмотрел на связку голов. До этого он стоял далеко и не мог разобрать, кому они принадлежали, но теперь, когда он подошел ближе, то сразу же подтвердил, что это были охранники Байхаа. Нин Сань чувствовал, что ему не следовало раскрывать личность Сюэлин, поэтому он не знал, что ответить. Как ты смеешь? Император задал тебе вопрос, а ты молчишь. Хуан Фудженсия холодно фыркнул. Какое ты имеешь право кричать здесь? Нин Ци вышел и холодно посмотрел на Хуан Фудженсия. Я Великий Ву, а ты просто убийца драконов. Ты думаешь у меня нету квалификации, чтобы говорить? На глазах у многих Хуан Фудженсия, естественно, не позволил бы себе потерять честь. Хорошо, Великий Ву, хватит. Цинь Чжин посмотрел на Хуан Фудженсия и затем махнул Нин Ци. Быстро скажи этому императору, как ты их убил. Нин Ци улыбнулся. Докладываю вашему величеству. Это была Девятая Принцесса. Девятая Принцесса? У ее телохранителей нет такой силы. Подозрение мелькнуло в глазах Цинь Чжина. Нин Ци говорил, что это сделал Дэн Сани другие, и Цинь Чжин ничего не мог с этим поделать. Чем меньше людей знали о существовании Сюэлин, тем лучше. Ваше Величество, я боюсь, что битва между двумя тиграми вовлечет нас. Убийца драконов каким-то образом оскорбил 13-го принца, и теперь, когда он потерял так много людей, я боюсь, что он этого так просто не забудет. Ради империи Цинь Тан, я предлагаю забрать титул убийца драконов и изгнать его из империи Цинь Тан, сказал тяжелым голосом Хуан Фудженсия. Глава 182. Увеличить силу своих людей то, что сказал великий Ву, имеет смысл. Более 70% министров выразили свою поддержку сказанному Хуан Фудженсия. Хотя Нин Ци был тем, кого они не могли позволить себе оскорбить, он ничто по сравнению с безопасностью страны. Если империя Белого Тигра займется этим вопросом и отправит свои войска, все присутствующие люди, вероятно, потеряют свои дома. Цинь Чжин, очевидно, тоже думал об этом. Он посмотрел на Нин Ци и серьезно спросил, убийца драконов, императору нужно знать, придет ли он мстить из-за этого? О, возможно, Нин Ци не стал скрывать этого. Тогда Цинь Чжин задумался на мгновение, его лицо показало неловкость. Ваше Величество, не волнуйтесь. На этот раз, даже с двумя великими боевыми императорами у них ничего не получилось. В будущем все будет так же. Что касается того, что сказал великий Ву, это просто слова, сказал Нин Ци. Хорошо, я верю тебе. На этот раз убийца драконов приобрел репутацию для моей империи Цинь Тан. Этот император очень доволен. Лин Тянь, я тут. Запишите все достижения убийцы драконов. Мы обсудим, как вознаградить его, когда вернемся в имперский дворец. Да, спасибо, Ваше Величество. Нин Ци улыбнулся и поблагодарил его. Затем бросил взгляд на Хуан Фу Дженсиа. Лицо Хуан Фу Дженсиа было пепельным, и когда он встретился взглядом с Нин Ци, желание убить мелькнуло в его глазах. После того, как Цинь Чжин ушел, Нин Ци вместе Нин Циним вернулись в буддийский зал. В это время светилище было пустым. Когда Нин Хун Тянь проснулся, то сразу же сбежал. Ты сумел убежать сейчас, но сможешь ли бегать всю жизнь? Нин, громко рассмеялся Нин Ци. Нин Хун Тянь хромая вернулся в дом чемпиона. Увидев его, Нань Гун Юэйер была ошеломлена. Муж, что с тобой случилось? Ты ранен? Хайм Им Им, это все из-за ублюдка. Нин Хун Тянь был сильно рассержен. Лицо Нань Гун Юэйер было смертельно белым. Это из-за Нин Ци, этот ублюдок избил тебя. На лице Нин Хун Тяня мелькнуло выражение стыда. Его техника чрезвычайно сильна, а тело нерушимо, но не волнуйтесь, этот сын вызвал огромный беспорядок. Я верю, что даже боги не смогут спасти его. Он рассказал ей, что случилось. Нань Гун Юэйер была в шоке, потому что Нин Хун Тянь не видел свелин. Он думал, что Нин Ци убил охранников 13-го принца с помощью девятой принцессы. Девятая принцесса не всегда будет на стороне Нин Ци. Однажды он умрет от рук 13-го принца, сказал тяжелым голосом Нин Хун Тянь. Это хорошо. Лицо Нин Хун Тянь посветлело. Цин Чжин быстро распорядился с наградой. 100 тысяч золотых огромный дом площадью в 30 акров недалеко от имперского города и должность командира стражей Божественного Дракона Империи Цинь Тянь. Первые две награды не были чем-то стоящим, но последняя вызвала у Хуан Фу Дженсия и других страх. Стражи Божественного Дракона были личными стражами Цинь Чжина. Любой из охранников был экспертом от духовного мастера до боевого короля. Всего было 10 охранников, и у каждого из этих охранников было по 300 воинов в подчинении. Над этими 10 охранниками возвышался их командир. Только эксперт не ниже боевого императора Триго Ранга имел право занимать эту должность. Но теперь эту должность отдали Нин Ци. Это действительно заставило его зубы выпасть. Нин Ци не заботился обо всем этом. Сейчас он открывал наборы с игрой, которые получил убивая группу Байхаа. Темный ранг. Меч Пагубной Луны. Разве это не оружие Гуан Юя? Хэм. Отдам его Чжаху темный ранг, алибарда. Оружие Люйбу. Отдам ее Чжан Луну. Таблетка сбора Ци темного ранга. Одна гранула увеличивает очки опыта на 8000. Отдам их Чжан Луну, Чжаху и Дагаутзы. Этого будет достаточно, чтобы повысить их совершенствование. Пушка Железного Дракона. Когда Нин Ци получил эту пушка, то сразу же обрадовался. Сила атаки этой пушки была между Боевым Императором 1 Гуранга и Пикового Боевого Императора в зависимости от уровня совершенствования пользователя. В магазине Дракона она стоит целых 5000 монет Дракона. Открыв все наборы Нин Ци отправился искать Чжан Луна, Чжаху и Дагаутзы. Я принес вам кое-что. У меня есть 10 пилюль сбора Ци. Нужно решить, кто получит 4, а точно сыграйте в камень-ножницы-бумага. Сказал Нин Ци. Трое обрадовались услышанному. Нин Ци быстро научил их этой игре и вот игра началась. У Чжан Луна и Чжаху была бумага, а у Дагаутзы ножницы. Ха-ха-ха, молодой мастер, я победил. Извините, старшие братья Чжан Лун, Чжаху. Дагаутзы взял свои 4 таблетки. Сейчас он был боевым мастером 1 Гуранга. Одной таблетки сбора Ци, вероятно, будет достаточно, чтобы поднять его совершенствование на 1 ранг. Чжан Лун и Чжаху были уже духовными мастерами 3 Гуранга. Съев 3 таблетки, у них было мало шансов поднять свой ранг. Также, вот меч ущербной Луны и Алибарда, теперь это ваше новое оружие. Спасибо, мастер Нин. Чжан Лун и Чжаху были в восторге, получив такое оружие, после чего сразу же упали на колени и стали благодарить его. Дагаутзы посмотрел на Нин Ци в ожидании. Не волнуйся, как я могу забыть о тебе, мальчишке, который со мной с самого начала. Нин Ци рассмеялся. Дагаутзы почесал голову в смущении. Медная тигровая броня темного ранга, обычная броня, используемая армиями Империи Белого Тигра. Она обладает чрезвычайно высокой защитной, а также увеличивает твое здоровье на 500 очков. Я даю ее тебе. Спасибо, молодой мастер. Хотя он не знал, что такое 500 очков здоровья. Он не мог дождаться, чтобы надеть броню. Она светилась медью. На груди был нарисован тигр, а на плечах рычащий белый тигр. Смотря на них он почувствовал, что броня как будто поглощает его. У него уже было оружие темного ранга низкого класса, а в сочетании с этой медной броней тигра, кто-то не выше великого мастера триго ранга точно не справится с ним. Чжан Лун и Чжаху стали завидовать. Если бы они могли выбирать, то тоже бы выбрали доспехи. Ну вот и все. Теперь можете идти. Махнув рукой, Нин Ци отправился искать мастера Нин Санье. Санье совершенствовался в своей комнате. За год, с тех пор как он прибыл в особняк парящих драконов, его совершенствование не продвинулось выше боевого короля триго ранга. Его способности ограничены. Если ничего неожиданного не произойдет, то за всю жизнь мастер Сань сможет достичь только 7го или 8го ранга боевого короля. Сейчас ему уже было за 40 лет. Если человек не стал боевым императором в возрасте 80 лет, его жизненные силы снизятся, и в дальнейшем будет трудно повысить свое совершенствование. Что случилось? Когда третий мастер Нин заметил прибытие Нин Ци, он вышел из комнаты. Глава 183. Город Тинсиа. Третий мастер Нин, могу ли я доверять тебе Нин? Ци серьезно посмотрела в глаза Нин Сану. Через некоторое время, Нин Сань слегка улыбнулся. А чем вы, молодой мастер? Возьми эту пушку железного дракона, мастер Нин. Если кто-то придет со злыми намерениями, она сотрет их в порошок. Нин Ци не стал ходить вокруг да около и прямо перед Нин Саним вынул пушку железного дракона из своей пространственной сумки. Она была примерно в два раза больше пушки серого дракона. Пушка железного дракона – особый предмет империи девяти регионов. Нин Сан подошел в шоке смотря на пушку. О, ты так же слышали о ней? Нин Ци засмеялся. Нин Сан кивнул, не переставая глазеть на нее. Древняя империя девяти регионов – одна из трех древних стран. Это единственная империя человеческой расы, имеющая статус равный статусам драконьих кланов. Хоть эта империя имела боевого монарха, драконы больше всего боялись этих пушек. Под снарядами этих пушек даже дракон-10 гуранга не сможет продержаться долго. Сто лет назад древняя империя девяти регионов и один из трех великих кланов дракона – клонатского дракона – начали войну, которая потрясла всех. В той войне погибло семь боевых монархов. Когда все думали, что эта империя будет побеждена, появился таинственный ремесленник и принес с собой эти пушки. Десять тысяч пушек выстрелили одновременно. Только после смерти более девяти драконов-10 гуранга, клонатского дракона наконец сдался и подписал мирный договор, отступив. Это положило конец войне между человеком и драконом, которая длилась 10 лет. Молодой мастер, как ты получил эту пушку железного дракона? Ее сила, по крайней мере, не уступает боевому императору один гуранга. Ее сила была сопоставима с силой предка Нин. Вот почему Нин Сань был так шокирован. Передаю ее тебе, используй пушку, чтобы защитить мой особняк парящих драконов. Я опять собираюсь отлучиться, если божественный военный особняк семья Лун что-то замыслит. Не нужно быть вежливым, сказал властным голосом Нин Ци. Да, этот старый слуга не разочарует вас. Нин Сань кивнул и ощутил восторг. Для него было невозможно прорваться к боевому императору, но с этой пушкой, его можно было считать фальшивым боевым императором. Снова, готовься, мы собираемся отправляться. Нин Ци подошел ко комнате в Сюэлин и оповестил ее. В этот момент дверь открылась, и непослушная принцесса вышла, держа за руку Сюэлин, и спросила Нин Ци. Куда мы идем? Принцесса, почему ты здесь? Вы двое? Нин Ци был шокирован. Как их отношения стали такими гармоничными? Что такого странного в том, что я здесь? Сказала несчастно принцесса. Затем она обняла Сюэлин за руку и ласково сказала. Я сейчас в хороших отношениях с сестрой Сюэ. Она пообещала взять меня поиграть. Поиграть? Разве она не думает своей головой, что если пойдет на территорию клана драконов, то ее просто там слопают? У нее совершенно нет мозгов. Нин Ци проклял ее в своем сердце, но на поверхности не показал этого. О, это хорошо. Можем ли мы отправиться сейчас? Спросила Сюэлин. Нин Ци кивнул. Я пойду, куда бы ты ни пошла. Сказала с любопытством принцесса. Ты не можешь пойти. Сказала тихо Сюэлин. Я. Хорошо. Несмотря на ожидания Нин Ци, непослушная принцесса не стала настаивать. На этот раз Нин Ци не стал скрывать, что покидает свой дом и вместе с Сюэлин покинул столицу. Отправляясь от столицы империи Циньтан, нужно было пересечь Лестиньфын, потом пересечь четыре горных хребта, тянущихся на тысячи километров, и затем добраться до входа в секту Синего Тумана, Пик Синего Тумана. Секта Синего Тумана располагалась на горе, а у подножия горы было с десяток небольших городов. Каждый год прибывало большое количество молодых талантов, желающих присоединиться к секте Синего Тумана. Те, кто не смог войти в секту, оставались в этих городах в ожидании чуда. Со временем в этих городах сформировались три больших клана. У каждого из кланов было по крайней мере несколько боевых императоров, один Гуранга, они не были слабее семьи империи Циньтан. Нин Ци и Сюэлин прибыли в ближайший к пику секты, город Тиньсиа. Прибыв, они увидели огромное количество талантливых людей. Некоторые были из империи Красного Солнца, кто-то был из империи Циньтан, а некоторые из других небольших сект. Снова, я подозреваю, что трубку Анфына забрали два ученика секты Синего Тумана. У меня есть соглашение с одним из них, поэтому я воспользуюсь этой возможностью, чтобы вернуть его. Если не произойдет ничего непредвиденного, то я надеюсь, что ты не будешь показываться, прошептал Нин Ци. Сюэлин кивнула. Не волнуйся, я понимаю. Разъяснив все, Нин Ци подошел к случайному прохожему. Брат, можно мне узнать, как добраться до пика Синего Тумана. Этот прохожий был боевым мастером Три Гуранга. Изначально он нахмурился от того, что его остановил Нин Ци, но когда он почувствовал его ауру, то сразу же стал шелковым. Если вы двое хотите пройти в секту Синего Тумана, есть два варианта. Первый вариант – дождаться церемонии набора учеников, что состоится через три дня, тогда с горы спустится старейшина, чтобы набрать учеников. Второй вариант – передать рекомендательное письмо. Закончив говорить, он хмуро улыбнулся. Вы двое, похоже, тоже решили стать учениками. Я вижу, что вы двое еще молоды, но ваше совершенствование глубоко и непостижимо. Я надеюсь, что вы можете позаботиться обо мне, когда мы будет проходить набор. Меня зовут Хуан Синь. Знакомое имя. Ваша семья, должно быть, занимается крупной торговлей. Хуан Синь был приятно удивлен. Правильно предположили, моя семья занимается бизнесом уже несколько поколений. Если вы загляните в мой магазин желтых масок и скажите там, что пришли от меня, то получите 10% скидку на все товары. Нин Ци засмеялся. Раз так, то большое спасибо. У нас еще есть дела, поэтому мы пойдем. Доброго пути. Хуан Синь сложил ладони в их сторону. Что решил? Пройти набор учеников или передать письмо? Спросила Сюэлин. Нин Ци сказал. Думаю, мне придется подождать церемонии. За эти три дня я могу создать немного питательных эликсиров для тебя. Ты же уже съела те, что я давал. Верно? Лицо Сюэлин слегка покраснело. На самом деле, она съела все в тот же день, но была слишком смущена, чтобы попросить Нин Ци дать ей еще. Нин Ци улыбнулся и сказал. Сноу такая красавица. Если ты будешь есть больше питательных эликсиров, то твое развитие увеличится. Просто, в тот раз я не приготовил достаточное количество, на этот раз я определенно дам тебе больше. Слова этого мальчишки довольно приятны на слух. Пробубнилась Сюэлин. Лавочник, у вас есть духовные травы, необходимые для питательного эликсира? Нин Ци увидел магазин под названием Павильон Хундань в самом оживленном месте города Тинься. Сэр, сколько наборов вы хотели бы? Продавец осмотрел Нин Ци и ощутил необыкновенную ауру, исходящую от него. Глава 184. Залт Зяе, сколько у вас есть? Спросил Нин Ци. Этот, мне нужно узнать на складе. Продавец не ожидал, что Нин Ци спросит об этом. На его лице появилось неловкое выражение. Как насчет этого, я возьму все наборы, которые у вас есть, а также посмотрю, может мне приглянется что-то еще. Какие громкие слова. Вошла дама с группой подчиненных, она с презрением взглянула на Нин Ци, затем сказала продавцу. Дайте мне тысячу наборов духовных трав для питательного эликсира. Это этот молодой хозяин уже. Продавец был ошеломлен и не знал, что делать. А вот, неужели эта молодая мисс из Залат Зяе посетила нас? Почему ты до сих пор стоишь здесь? Разве ты не слышал, что сказала мисс Мурон Кью? Почему ты еще не пошел собирать травы? Сказал вышедший старец. Продавец кивнул и ушел. Мурон Кью улыбнулась, затем высокомерно кивнула старику и сказала. Старейшина клана Ханьдун, вы лучше всех знаете, как вести дела. Павильон Хундань рано или поздно продвинет вас на более высокую должность. Ну что вы? Ханьдун смиренно улыбнулся. Нин Ци был недоволен и в полголоса сказал. Это так твой павильон Хундань ведет дела? Вам без разницы, кто был первый, а кто последний. Лицо Ханьдуна слегка изменилось, когда он посмотрел на них. Увидев, что они ведут себя неуверенно, он понял, что они похожи только что прибыли в город, поэтому он не сильно беспокоился о них. Сэр, в моем павильоне Хундань не так много вещей, только духовные травы, если они вам нужны, то никаких проблем нет. Мурон Кью холодно сказала. Старейшина Хань, не беспокойтесь об этом деревенщине, пришедшем из ниоткуда. Он только что сказал, что хочет купить все духовные травы в вашем павильоне, какая шутка. Хе-хе, купить все духовные травы в моем павильоне Хундань не имея порядка нескольких миллионов золотых маловероятно. Ханьдун засмеялся. Это всего несколько миллионов золотых, я куплю их все, включая одна тысяча наборов духовных трав, о которых вы только что попросили. Скажите мне, сколько это будет стоить? Рассмеялся Нинци. Что? Ханьдун был потрясен, посмотрев на Нинци, который выглядел, будто действительно не шутит, из-за чего был слегка озадачен. Выражение лица Мурон Кью похолодело. Если решил мешать мне, то сегодня тебе придется оставить здесь свою руку. Духовные мастера, стоявшие позади нее, сделали шаг вперед, и огромное давление мгновенно обрушилось на Нинци и Сюэлин. Жаль, что Нинци и Сюэлин полностью проигнорировали их. Ханьдун посмотрел на Нинци с подозрением и сказал. Молодой мастер, не шутите так, почему бы не извиниться перед мисс Мурон Кью? Нинци немедленно достал бутылку таблеток и передал Ханьдуну. Раз ты смог стать здесь старшим, то у тебя должно хватить мозгов, чтобы понять, сколько стоит одна такая таблетка. Дун взял бутылку и открыл ее, после чего его лицо тут же застыло. Он быстро вынул таблетку и осмотрел ее, затем поднял голову и недоверчиво посмотрел на Нинци. Сэр, это питательный эликсир высшего класса желтого ранга? У тебя зоркий глаз, сколько стоят эти десять пилюль? Усмехнулся Нинци. Одна такая пилюля стоит двадцать ноль 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 золота, а здесь двести ноль 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 золота. Ханьдун горько рассмеялся. Он понял, что случайно обидел того, кого не должен был. Он осознал, что придется постараться, как-то компенсировать свою оплошность. Будучи членом одного из трех великих кланов, Мурон Кью была дочерью мастера золот Зяе, поэтому она, естественно, знала, что представляет собой питательный эликсир высшего класса желтого ранга. Она была удивлена, она никогда бы не подумала, что у Нинци будет такое сокровище. Но это всего лишь двести тысяч золотых, это капля в море. Если ты не встанешь на колени и не извинишься, мне все равно, кто ты, я заставлю тебя пожалеть о том, что вы пришли на город Тиньси, а холодно сказала Мурон Кью. Вот как? Какие громкие слова, а этого достаточно. Нинци достал около десятка бутылок. Сердце Ханьдуна забилось в бешеном ритме. Он торопливо открыл и осмотрел каждую бутылку, прежде чем, наконец, воскликнул в шоке. Это все питательные эликсиры высшего класса желтого ранга. Этого достаточно, чтобы купить все духовные травы здесь? Достаточно. Достаточно. Ханьдун был безумно рад кивая Нинци. Ах, здесь более 160 питательных эликсиров высшего класса. Этого достаточно, чтобы вырастить демонического зверя. Пять гуранга от детеныша до взрослого, равного по силе боевому королю. Тогда собери все духовные травы. Принеси мне все духовные травы, которые хотела мисс Муронг. Не смей мне лгать. Те, кто меня обманываю, заканчивают не очень хорошо. Пригрозил Нинци. Да, этот старик сделает так, как вы сказали. Ханьдун быстро ответил. Затем он, извиняясь, улыбнулся Муронг Ю и ушел, забрав таблетки. Хоть он и высказал Муронг Ю уважение, когда на кону такая сделка. Павильон Хундань не будет бояться золотзяи. Мисс Муронг, вы хотели, чтобы я встал на колени и просил прощения Нинци? Улыбнулся, смотря на Муронг Ю. Навыки сэра невероятны. Могу я узнать, из какой секты вы пришли? Гнев в сердце Муронг Ю был настолько огромен, что мог сжечь гору. Но, хоть она и была высокомерна, все же голова на плечах у нее имелась. Она проглотила свой гнев и решил расспросить Нинци о его происхождении. У вас нет права знать. Нинци громко рассмеялся. Ты, уходим. Муронг Ю холодно посмотрела на Нинци, затем ушла. Мастер, у нас больше нет духовной травы, которые наш павильон может продать. Я уже собирался купить ее. Думаешь, у меня нет денег? Нет, вы неправильно поняли. Духовные травы моего павильона Хундань были куплены. Что за фигня? Продавцы, что обслуживали покупателей, забрали назад все духовные травы и стали возвращать их на склад. Молодой господин, духовные травы собраны. Для большей безопасности, вам нужна охрана? Ханьдун подошел к Нинци улыбаясь. Просто отведи меня на склад. Вы сами заберете их? Да. Ханьдун привел Нинци и Сюилин к складу. Около него стояли два боевых короля Три Гуранга. Увидев, что Ханьдун пришел лично, они тут же отошли. Войдя на склад, Нинци увидел небольшой холм из духовных трав. Температура внутри склада была примерно на 10 градусов ниже, чем снаружи, и влажность была довольно высокой. Это было необходимо, чтобы поддерживать травы в свежем состоянии, будто их только что собрали. Молодой мастер, все духовные травы здесь, как поступите? Ханьдун с любопытством посмотрел на Нинци, в ожидании, как он поступит. Глава 185. Набор учеников секты Синего Тумана Мининци оценил стоимость духовных трав здесь. Один набор для питательного эликсира будет стоить примерно 20 000. Общая стоимость трав здесь составляла 1 6 миллиона золотых. Цены были примерно такими же, как у него дома. Подумав, Нинци спокойно проходил мимо травы. Духовная трава, мимо которой он проходил, исчезла в одно мгновение, Ханьдун воскликнул. Пространственный предмет. Это еще больше подтвердило догадку Ханьдуна, что Нинци необычного происхождения. Забрав все, Нинци повернулась к Сюэлин и спросил. Сноу, здесь есть еще какие-нибудь травы? У Сюэлин дернулся нос, после чего она покачала головой. Эта женщина может ощущать духовные травы? Что это за божественная способность? Ханьдун был снова поражен, он не знал, было ли это представление или может ли эта женщина действительно почувствовать духовные травы? Хорошо, старейшина Хань, мы пойдем. Да конечно, я вас провожу. Если у молодого мастера появится еще питательный эликсир высшего класса желтого ранга, наш павильон обязательно их купит. Ханьдун улыбался, провожая Нинци до двери. Купит все? Нинци рассмеялся. Он не ответил Ханьдуну и ушел вместе с Сюэлин. За ними проследовала пара глаз. Подчиненные той женщины следуют за нами. Должны ли мы их убить? Сюэлин прошептала, не оборачиваясь. Услышав ее, Нинци улыбнулся. Давай пока не будем предпринимать что-либо, у нас есть более важные дела. После этого он нашел гостиницу, но управляющий сказал, что все комнаты заняты. Нинци обошел несколько гостиниц подряд и, наконец, нашел старую ветхую гостиницу, на которой было написано слово «Земля-1». Есть только одна комната, 100 серебряных в день. Управляющий взглянув на них и сразу же сообщил цену. Нинци не стал торговаться. Из-за притока людей, желающей вступить в секту, все было битком забито. Из-за этого цены выросли в 10 раз. Заплатив, Нинци и Сюэлин вошли в комнату. Сноу, отдохни тут три дня. К тому моменту, я к тебе вернусь. Сюэлин с сомнением спросила. Куда ты идешь? Нинци засмеялся. У меня есть некоторые личные дела и мы им, давай. Понимая, что Нинци не хотел ничего рассказывать, Сюэлин, которая была очень высокомерна, не стала его расспрашивать. Нинци вышел из комнаты и исчез без следа. Сюэлин нахмурилась. Она открыла глаза и посмотрела туда, где стоял Нинци. Он исчез. Я не чувствую его ауру. Что это за техника маскировки? Нинци купил три дня тренировочного поля низкого класса. Он сразу же начал создавать таблетки. В течение двух месяцев его сумка пополнилась более 20 тысячами питательных эликсиров высшего класса желтого ранга. Его мастерство алхимии выросло с 500 тысяч до 700 тысяч. Вскоре он станет алхимиком пятого ранга, иными словами, королем пилюль, королем континента дракона. Тогда же скорость создания таблеток снова возрастет. Тем не менее, похоже, что сила моего огня начинает уступать. Если у меня будет время, то отправлюсь искать драконов. Обдумывал Нинци. После того, как время тренировочного поля закончилось, вспыхнул белый свет. На углу гостиницы появился Нинци. В то же время Сюэлин вышла из своей комнаты, бросила осмысленный взгляд на Нинци и сказала. Пойдем, церемония набора учеников уже начинается. Нинци увидел, что Сюэлин, кажется, хотела разнюхать его маленькую тайну. Не став объяснять, он улыбнулся ей и пошел следом. Вскоре они увидели, как большое количество молодых талантов направляются к центру города. Смешавшись с толпой, они добрались до центра. В центре города была высокая платформа. На ее вершине стоял мрачный старик-боевой король Один Гуранга. Они действительно здесь, тоже хотят принять участие. Мурон Кью стояла ближе всего к платформе и сразу же увидела Нинци и Сюэлин. Холод мелькнул в ее глазах. У него в руках вся духовная трава, если я расскажу об, то кто-то непременно захочет разобраться с ним. Мурон Кью дьявольски улыбнулась. Когда Нинци увидел Мурон Кью и увидел ее улыбку, он сразу понял, что она, должно быть, намеревается отомстить ему. Однако, Сюэлин, Нинци вообще не волновался. Я не боюсь тебя. Если ты придешь, я тебя разорву. Нинци усмехнулся в своем сердце. Те, кто ниже боевого мастера, могут уйти. Сказал на сцене старец синей секты Джин Бин, когда многие бойцы, которые хотели попытать счастье, услышали это, грустно опустив голову, могли только уйти. Эта часть составляла 70% от всего числа присутствующих. После того, как они ушли, осталось всего 200-300 человек. Из этих 200-300 человек более 30 были великими мастерами, а также три духовных мастера. Духовными мастерами были нинцы, Мурон Кью и юноша в черной одежде со строгим выражением лица. Сюэлин намеренно подавила свой уровень совершенствования до великого мастера, чтобы быть менее заметной. Выражение лица Джин Бина стало немного лучше. Когда его взгляд скользнул по Мурон Кью, он слегка кивнул, а затем взглянул на одетого в черной юношу. Наконец его взгляд остановился на нинцы, пик духовного мастера. Сердце Джин Бина замерло, он сразу же обратился к нинцы. Кто ты и сколько тебе лет? Нинцы громко сказал. Я из империи Циньтан, мне 18 лет. 18 лет. Хорошо, неплохо. На лице Джин Бина появилась улыбка. Кто-то с таким талантом, как нинцы, может войти в 10 лучших учеников секты Синего Тумана. Взгляд, которым он смотрел на нинцы, стал намного мягче. Увидев это, Мурон Кью фыркнула. Я дам тебе пожить, но непременно дам понять, каково это обижать Мурон Кью. Нинцы внезапно почувствовал холодный взгляд на себя. Он поднял голову и встретился взглядом с юношей в черном. Ну-ка, посмотрим характеристики. Вилла небесного меча. Хасюйдун. Ранг. Духовный мастер триго ранга. Техника совершенствования. Темный ранг, техника небесного меча. Боевые навыки. Темный ранг, мириады мечей. Очки здоровья. Шесть тысяч двести я никогда не слышал о вилле небесного меча. Они не должны быть из империи Циньтан. Подумал нинцы. На этот раз моя секта Синего Тумана набирает только десять учеников. В этом году собралось много желающих, поэтому попадете ли вы в секту, будет зависеть от вас громко, сказал Джин Бин. После этого он поднял всех на вершину горы. По пути они прошли несколько пропускных пунктов, которые охраняли внутренние ученики секты Синего Тумана. Чем выше к пику горы они поднимались, тем выше становилось совершенствование учеников. В это время Хасюйдун подошел к нинце и прошептал ему. Я обязательно побью тебя и войду в секту Синего Тумана. Глава 186. Ну здравствуй, Люсуэфен. Нинцы бросил на него взгляд. А, правда? Тогда поздравляю. Из-за странного отношения нинцы Хасюйдун нахмурился. Не думайте, что только из-за того, что твой ранг выше, у тебя есть все возможности вступить в секту. Секта выберет самых талантливых, мне всего 14. Тебе 14? Я думал, тебе 25 или 26. С любопытством спросил нинцы. На лице Хасюйдуна мелькнуло недовольство. Это из-за моей техники совершенствования. Хорошо, раз говоришь 14, значит 14. У меня нет времени спорить с тобой. Мы можем поболтать после того, как мы поднимемся на гору. Нинцы нетерпеливо махнул рукой. Лицо Хасюйдуна потемнело. В это время Дженбин по совпадению повернул голову и посмотрел в его сторону. Хасюйдун быстро подавил свой гнев, решив преподать нинцы урок на отборочных боях. Каждый город шел своим путем к вершине горы. Когда они дошли до середины горы, нинцы и другие встретились с командами из других городов. Десятки групп собрались вместе, из-за чего стало довольно шумно. В каждой группе также накалялась обстановка. Каждый смотрел на всех, как на своего соперника. Хасюйдун также переглянулся не менее чем с десятью людьми. В то же время, Дженбин также соперничал с другими старейшинами. Люди из вашего города Фаньхуа слабоваты в этом году. Есть только один духовный мастер. Дженбин бросил взгляд на команду из города Фаньхуа и усмехнулся над старейшиной, который вел группу этого города. Старейшина холодно фыркнул и сказал, «Твоя тоже не так хороша». Дженбин засмеялся, «Посмотри внимательно, Хэм, пиковый духовный мастер, сколько лет этому ребенку. Когда старейшина увидел нинцы, то был поражен. 18. Ха-ха-ха». Дженбин самодовольно рассмеялся, «Хэм, просто повезло, нужно ли так гордиться этим?». Когда другие старейшины услышали его слова, они все выразили недовольство. «Хе-хе, если ты не ел виноград, то тогда не говори, что он кислый». Усмехнулся Дженбин. Во время разговора между Дженбином и остальными, многие, считавшие себя чрезвычайно талантливыми, посмотрели на нинцы. Один из них был похож на Хасюйдуна, такой же наполненный боевым духом. Бойкий юноша вздохнул нинцы. Через некоторое время пейзаж перед их глазами прояснился. Под голубым небом и белыми облаками стояла огромная мемориальная арка. Арку поддерживали восемь столбов, а на самой арке была надпись «Синий туман». На восьми столбах были выгравированы гигантские драконы всех форм и размеров. Перед каждым из драконов стоял человек, который, держа меч, убивал его. Я слышал, что на каждом столбе нарисован эксперт-убийца драконов. Также каждый новый эксперт будет изображен на одном из столбов. Если посчитать всех экспертов, изображенных на столбах, то получится, что секта «Синего тумана» вырастила сто экспертов, которые убили не менее сто драконов. Когда они подошли к арке, все разговоры затихли, толпа последовала за старейшинами. Вскоре они прибыли на огромную площадь. В центре площади была гигантская скульптура высотой более 200 метров. Скульптурой была женщина в роскошной одежде. Ее лицо было очень красивым, а на ее талии висел меч. Она была основателем секты «Синего тумана» Фио Цинлань, боевой предок. Но после нее эксперт такой же силы не появился. Самым сильным мастером секты за прошедшее время являлся нынешний великий старейшина секты «Синего тумана», великий боевой император Три Гуранга. Добравшись туда, Дженбин и остальные старейшины встали перед группой новобранцев, почтительно ожидая начала. Вскоре перед Дженбином и остальными появился молодой человек. Младший брат Лю, ты будешь отвечать за набор. Мы передаем их тебе, Дженбин. И остальные вышли вперед и улыбнулись. Лю Суэфэн посмотрел на толпу. Рядом с ним стояли мужчина и женщина. Это были Хуан Фуэн Фэн и Цин Сюэнь. Я и не подумал бы, что, что Лю Суэфэн будет ответственен за набор учеников. Он самым талантливый мастер этого поколения в секте «Синего тумана». В 16 лет достиг пика духовного мастера, а в 18 лет стал боевым королем. Я боюсь, что он достиг уже как минимум два Гуранга боевого короля. Некоторые люди восхищаясь смотрели на Лю Суэфэна и бормоча себе под нос. Если мы войдем в секту «Синего тумана», то мы станем его младшими братьями. Хе-хе, если мы выйдем и назовем себя младшими братьями Лю Суэфэна, никто не посмеет нас обижать. Лю Суэфэн. Я, Хе-сюйдун, безусловно, превзойду тебя. Хе-сюйдун посмотрел на Лю Суэфэна, переполненный боевым духом. Лицо Муронг Ю было переполнено обожанием к Лю Суэфэну. Когда Лю Суэфэн увидел ее, на его лице отразилась улыбка, и он кивнул ей. Младший брат Лю, на этот раз я нашел хороший саженец. Он пришел из империи Циньтан, как младший брат Хуэнфу и младшая сестра Цинь. Джин Бин вышел вперед и радостно сказал. А, кто это? Спросил Лю Суэфэн. Это он. Джин Бин указал на нинцы. Лю Суэфэн поднял голову и был поражен, его лицо стало холодным. Это ты? Ты посмел прийти в мою секту Синего Тумана? Что это? Младший брат Лю знает его. У Джин Бина было плохое предчувствие. Другие старейшины что-то поняли и злорадно улыбнулись. Это нинцы. Хуэнфу Линфэн и Цин Сюанёба остолбенили. Этот мусор, Хуэнфу Фэй, на самом деле не убил тебя. Хайм Им Им, но ты не сможешь сбежать сегодня. Хуэнфу Лингинг почувствовал тупую боль в плече. В тот раз нинцы отрубил ему руку. Ему пришлось использовать лекарство Хуэнфу Фэя, чтобы вылечить себя. Он знает брата Лю. Они что-то не поделили? Мурон Кью слегка прищурилась. Глядя на нинцы, ее настроение сразу же повеселело. Похоже не нужно будет просить старейшину Дин, чтобы тот разобрался с ним. Брат Лю сможет победить его одним ударом. Нинцы сделал шаг вперед и засмеялся. Почему это я не могу прийти? Я же говорил тебе, что приду и разберусь с тобой. Когда все это услышали, то на площади раздался голкий смех. Какие надменные слова. Какой-то пиковый духовный мастер на самом деле смеет быть таким высокомерным. Похоже, что он не уйдет сегодня в целости и сохранности. Как ты посмел использовать меня? Джен Бин посмотрел на нинцы с пепельным лицом. Сжав кулаки, он мгновенно выпустил свою фиолетовую ци. В это время Лю Суэфэн протянул руку и остановил Джен Бина, который собирался принять меры. Старший брат Джен, позволь мне разобраться с этим ребенком. Раз так, то я побеспокою тебя, младший брат. Сказал Джен Бин, скорчив лицо. Глава 187. Крах Лю Суэфэна. Лю Суэфэн посмотрел на нинцы. На его лице появилась ухмылка. Твоя скорость совершенствования действительно превосходит мои ожидания. Однако, по сравнению со мной, тебе все еще немного не хватает. Мы узнаем это после боя. Нинцы усмехнулся. Тогда начнем. Лю Суэфэн слегка улыбнулся. В следующий момент его тело исчезло и появилось перед нинцы. Кун Пэн, поглощающий солнце. Хуан Фулинфэн использовал эту технику раньше, но он изучил ее не полностью. Между ладонями Лю Суэфэна появилась черная дыра. Сила всасывания ударила в сторону нинцы. Техника младшего брата Лю действительно достойно зваться боевой техникой земного ранга низкого класса. Даже находясь здесь, я чувствую ее силу. Держу пари. Этот ребенок не сможет заблокировать эту атаку младшего брата Лю. Старейшины начали тихо обсуждать бой. Этот ублюдок определенно умрет сегодня. На лице Хуан Фулинфэна появилась счастливая улыбка. В глазах Цэн Сюэн мелькнула насмешка, и она посмотрела на нинцы жалким взглядом. Все вокруг думали, что нинцы уже проиграл. Нинцы вдруг взревел. 18 ладоней дракона. Рев. Раздался поразительный рев дракона. Тираническая, чрезвычайно мощная техника ладони ударила в Лю Суэнфэна. Четыре серебряных дракона вернулись к нинцы и расположились по обе его стороны. В этот момент нинцы выглядел так, как будто бог спустился с небес. Что это за боевая техника? Похоже, она очень высокого ранга воскликнул. Сюйдун. Ну и что? Он не может сравниться с старшим братом Лю. Мурон Кью холодно рассмеялась. Особая боевая ци. Хотя его талант нельзя сравнить с Лю Суэнфэном, но будет жаль, если он тут потеряет свою жизнь. Какая жалость? Но если он не умрет, не будет ли это означать, что на отборе нам придется сражаться с ним? Точно. Хорошо, что он умрет. Бум. Техника Лю Суэнфэна ударила в грудь нинцы. В то время как 18 ладоней дракона нинцы ударили его, оба не стали защищаться. Их защитой было нападение. Но. Несколько десятков тысяч очков здоровья нинцы были не просто для галочки. Удар Лю Суэнфэна отнял у него более 8 тысяч очков здоровья. Тем не менее, его удар ладони забрал у Лю Суэнфэна 11 тысяч здоровья. Лю Суэнфэн был боевым королем 1го ранга и имел 12 тысяч очков здоровья. Повысив свой ранг до 2го, его здоровье увеличилось на 3 тысячи. Лю Суэнфэна был тяжело ранен нинцы, удар вдавил его в землю. Он прикрыл грудь рукой, не понимая что произошло, его лицо внезапно покраснело, а затем, выкрикнув, его вырвало обилием крови. Старший, младший брат Лю, воскликнула толпа. Цен Сюэнфэн быстро подбежала к Лю Суэнфэну и с тревогой проверила его состояние. Хуан Фуэнфэна шеломленно уставился на происходящее. Что происходит? Почему этот ублюдок такой сильный? Даже старший брат Лю никто не смог справиться с ним? Старший брат Лю, ты в порядке? С тревогой спросила Цен Сюэнь стоя на коленях рядом с Лю Суэнфэном. Сердце Лю Суэна переполнялось стыдом и гневом. Он не хотел в это верить. Он действительно проиграл нинцы. Одна атака. Я в порядке. Уйди. Зарычал он. Оттолкнул Цен Сюэнь и встал. Весь дрожа. Его волосы были в беспорядке, но это его не волновало, когда он ядовито смотрел на нинцы. Как мог брат Лю проиграть ему? Невозможно. Наверное, потому, что брат Люни использовал всю свою силу. Пробормотала Мурон Кью. Такой сильный. Я должен победить его. Хасюй Дун посмотрел на спину Нинцы, его кровь закипала желая сражений. Нинцы посмотрел на Люсу Фина и усмехнулся. Когда ты украл голову, ты сказал, что я могу прийти в секту Синего Тумана и найти тебя в любое время, но ты оказался таким слабаком. Тогда, ты не думал, что закончишь вот так, да? Если бы я знал, что ты такой слабак, то не тратил свое время и не приезжал сюда пах. Великое искусство демонического разрушения. Люсу Фин зарычал, его тело мгновенно окружило черные ци. Он медленно поднял голову, все поняли, его первоначально красивое лицо теперь искажено и стало похоже на демона. Как младший Лю решился изучать это злое искусство. Великое искусство демонического разрушения. Неужели он получил ее во время уничтожения демонической пещеры? Джен Бин и другие не могли поверить в это, их лица помрачнили. Некоторые из старейшин быстро ринулись доложить старейшинам сферы боевого императора. Секта Синего Тумана была известной святой сектой, ее ученикам было настрово запрещено совершенствовать дьявольские техники, но Лю Суи Фин нарушил правила. Если об этом узнают, то это вызовет много шума. Ахахаха, ты поплатишься за все. Умри. Скорость Лю Суи Фина была в два раза быстрее, чем раньше, а его сила как минимум достигла боевого короля 5-го ранга. Какая тираническая техника. Нинцы посмотрел на характеристики Лю Суи Фина. Секта Синего Тумана. Лю Суи Фин усилен. Ранг. Боевой король 5-го ранга. Длительность усиления. 5 минут. Техника совершенствования. Земной ранг среднего класса. Небесный демон. Боевые навыки. Земной ранг низкий класс. Кун Пен поглощает солнце. Очки здоровья. 35-0-0-0. Мало того, что сила Лю Суи Фина резко возросла, его техника также изменилась. Похоже, что он одновременно совершенствовал две техники, но преобразившись, его прошлая техника была замещена на эту. Но самое поразительное это то, что его здоровье увеличилось на 20 тысяч, а также полностью восстановилось. Нинцы стал серьезнее, когда Лю Суи Фин бросился к нему. Меч убийца драконов мгновенно появилась в его руке и ударил по жизненно важным точкам Лю Суи Фина. Ах, Лю Суи Фин не ожидал такого. Атака Нинцы оставила его без руки. Зачем так мучиться? Мусор всегда будет мусором. Нинцы ухмыльнулся и безумно наносил удары по Лю Суи Фина. Моя техника лезвия пяти тигров превосходна. Ты можешь гордиться, что умрешь от нее. Ааа. Лю Суи Фин безумно взвыл, когда Нинцы отрубил ему другую руку. Когда он стал одержим и его уверенность в себе значительно возросла, но также быстро растерялась под натиском Нинцы. Нинцы убрал меч и ударил ладонью в грудь Лю Суи Фина. Прозвучал голкий звук удара. На груди Лю Суи Фина появилась большая вмятина. Черная кровь хлынула из его рта. Толпа, что все это время наблюдавшая за боем, была поражена. Почему вы не задержите его? Нужно ли продолжать смотреть, как старший брат Лю умирает в его руках? Тревожный Хуан Фулинфин выкрикнул в сторону Джин Бина и других. Младший практикует демоническую технику. Нужно во всем разобраться. Давайте сначала поймать этого ребенка, сказал тихим голосом старейшина. Глава 188. Мастер Лю Суи Фина. Ладно, более 30 боевых королей. Один Гуранга быстро окружили Нинцы. Суилин нахмурилась. Она была готова действовать, но в этот момент Нинцы громко рассмеялся. Больше людей? Вы все можете атаковать все вместе. Позвольте мне увидеть, насколько сильна секта синего тумана. Все вперед, будьте осторожны с его странным мечем. Взревел Джин Бин. Группа старейшин атаковала Нинца, и хауры распространились по площади, из-за чего ученикам пришлось сделать 10 шагов назад. 18 ладоней дракона. Бум. Старейшина, который не успел вовремя увернуться, принял на себя атаку Нинцы и тут же рухнул на землю. Но в этот момент атаки других старейшин ударили Нинцы, его здоровье быстро снизилось. Он тут же сунул в рот таблетку восстановления земного ранга, а затем, как свирепый тигр, спускающийся с горы, бросился в атаку. Старейшины, которые сталкивались с Нинцы лицом к лицу, были при смерти. Вскоре перед Нинцы не осталось никого. Это слишком страшно, что это за парень. Он пик духовного мастера, сражался против десятка боевых королей. Один горанга и победил. Хорошо, что я над ним не потешался. Несмотря на это, в секте синего тумана есть боевые императоры. Неважно, как он силен, справиться с боевым императором он не сможет, верно? Толпа людей смотрела на Нинцы, чувствуя страх. Как ты смеешь, что за безумец осмелится устраивать неприятности моей секте синего тумана? Раздался громкий возглас и перед всеми появился боевой император. Когда он приземлился на землю, он увидел жалкое состояние Люсу и Фына. Ударив по определенным точкам его тела, он дал ему лекарство. Это старейшин один. Теперь этому парню недолго осталось. Все старейшины, увидев его, расслабились. Мастер, отомстите за меня. После того, как Люсу и Фын съел таблетку, выражение его лица постепенно улучшилось. Он крепко схватился за руку Дин Ло и стиснув зубы сказал ему. Отлично, старейшин один здесь, этот парень точно мертв. Успокоилась Мурон Кью. Дин Ло был одним из девяти главных старейшин и занимал пять места среди них. Он был боевым императором шесть Гуранга и являлся мастером Люсу и Фына, который начал растить его, когда Суэфину было пять лет. Хотя они были мастером и учеником, относились они к друг другу, как отец и сын. Не волнуйся, я отомщу за тебя. Дин Ло слегка похлопал Люсу и Фына по плечу, а затем холодно фыркнул на Цин Сюань. Помогите своему старшему брату поправиться. Да мастер. Цин Сюань подняла Люсу и Фына и собирался уходить. Нин Ци слегка улыбнулся. Кто позволил ему уйти? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дин Ло тихо рассмеялся, затем, как опрокинув голову, засмеялся в небо, словно собирался заплакать. Его смех прекратился, и он посмотрел на Нин Ци. Сегодня, независимо от того, кто ты, уйти не сможешь. Ты всего лишь боевой император шесть Гуранга. Не тебе решать, уйду я или нет? Позвольте спросить вас, Люсу и Фын отдал вам драконьи кости, усмехнулся Нин Ци. Драконьи кости, глаза Дин Ло слегка дернулись. Увидев его реакцию, Нин Ци повернулся к Сюэлин и сказал. Сноу, я уверен, что Фын у них. Значит, ты пришел за костями дракона, что принесли мои ученики. Да ты, я погляжу смелый, раз решил прийти в секту и забрать их. Дин Ло был очень зол. Закончив говорить, оттуда же кинулся на Нин Ци. Черная боевая Ци вышла из его руки и превратилась в огромный кулак, который был направлен в сторону Нин Ци. Ах, это легендарный божественный кулак? Такая мощная техника. Божественный кулак старейшины Дина настолько силен, что даже если ты боевой император, тебе будет трудно защититься от него. Засмеялся Джин Бин. Но прежде чем он успел закончить смеяться, он увидел женщину, которая появилась рядом с Нин Ци и подняла руку. После этого произошла ужасающая сцена. Кулак образованный черный Ци, был заморожен в воздухе. Но сила, что заморозила кулак, не остановилась, а продолжила приближаться к Дин Ло. В чем дело? Что это за божественная техника? Вот бы мне изучить эту технику. Нин Ци с завистью смотрел на происходящее. Лю Суи Фын, Цин Сюань, Хуан Фу Лин Фин и другие, были поражены происходящим. Многие подумали, что они спят или это какая-то иллюзия. Протерев глаза, они поняли. То, что происходило, было наяву. Она, она сильнее старейшины. Если боевой император ей не противник, тогда неужели она? Великий боевой император. Толпа, что начала догадываться о силе женщины, побледнели. Великий боевой император. Для них это было словно легенда. Все смотрели на Сюэлин с неподдельным страхом. Теперь, когда твой мастер стоит на коленях, передай драконью кость. Нин Ци улыбнулась Лю Суи Фын. Лю Суи Фын посмотрел в глаза Нин Ци, его глаза наполнились ненавистью. Заскрипев зубами, он ответил. Какая драконья кость? Я не понимаю. Мертвая утка все еще такая упрямая. Выражение лица Нин Ци стало холодным. Его фигура вспыхнула и он появился перед Лю Суи Фыном. Нин Ци, не действуй безрассудно. Пощади его ради меня. Цин Сюань боялась, что Нин Ци убьет Лю Суи Фына. И попыталась что-то предпринять. Ради тебя? Кто ты вообще такая? На лице Нин Ци появилась презрительная улыбка. Он злобно рассмеялся и сказал Лю Суи Фыну. Я даю тебе последний шанс. Передай драконью кость, или я отправлю тебя в ад. Нин Ци, ты знаешь, что секта не отпустит тебя и твою семью. Хуан Фу Лин Фин попытался использовать семью Нин, чтобы надавить на Нин Ци. Больше всего я ненавижу, когда мне угрожают моей семьей. Нин Ци слабо улыбнулась Хуан Фу Лин Фину. Прежде чем тот успел среагировать, в него уже отправился удар Нин Ци. Он хотел заблокировать, но даже Лю Суи Фин не смог этого сделать. Хуан Фу Лин Фин поразила ладонь Нин Ци. Удар откинул его на 10 метров, после чего из-за невыносимой боли он вырубился и упал на землю. Младший брат Хуан Фу. Нин Ци, мы все из империи Цинь Тан, пощади. Цин Сюань пыталась сохранить спокойствие, когда говорила с Нин Ци. Если он отдаст то, что я хочу, я не убью его. Я оставлю его в живых. Рассмеялся Нин Ци. Черт, я попал в такое положение из-за него, так еще и должен полагаться на защиту женщины. Лю Суи Фин плюнул в сторону Нин Ци, но Нин Ци быстро увернулся. Глава 189. Жемчужина снежного дракона. Зачем ты плюешься? Сказал с отвращением Нин Ци. Кто вы? Внезапно появилось еще несколько боевых императоров. Великий старейшина. Увидев их, Цин Сюань расслабилась. Лидер этих трех боевых императоров был пиковым боевым императором. Он был всего в полушаге от великого боевого императора. Это был великий старейшина секты Синего Тумана, Халян Тянь. Старейшин Один? Он нахмурился и посмотрел на Нин Ци и Сюэлин. Вы двое, какие у вас обиды к моей секте Синего Тумана? Почему вы пришли и создаете проблемы моей секте? У меня вражда с Лю Суи Фином, к секте Синего Тумана я ничего не имею. Лю Суи Фин украл мою драконью кость, и я хочу, чтобы он вернул ее, но он противится этому. Рассмеялся Нин Ци. Великий старейшина секты Синего Тумана. Халян Тянь ранг. Пик боевого императора. Техника совершенствования. Земной ранг среднего класса. Меч синего лотоса. Боевые навыки. Земной ранг среднего класса. Девять мечей лотоса. Очки здоровья. Двести шестьдесят ноль 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 этого недостаточно, чтобы учинять беспорядки в моей секте. Халян Тянь увидел, что Нин Ци был всего лишь ничтожным пиковым духовным мастером, но на самом деле разговаривал с ним в таком тоне. Его лицо потемнело. Великий старейшина, если это узнают другие, то не будут ли они смеяться над нашей сектой? Эти двое не могут уйти отсюда, усмехнулся боевой император Семь Гуранга рядом с Халян Тянь и Мо, тогда я найду вам причину. Сказав это, Нин Ци подошел к Сюэлин и сказал. Сноу, позволь им испытать твою силу. Сюэлин слегка кивнула. В следующий момент несравненно дикая и жестокая аура вырвалась из ее тела. Ее давление заставляло всех, кто ниже духовного мастера, упасть на колени. Великий боевой император. Воскликнул Халян Тянь. В то же время, глубоко в секте Синего Тумана, аура, которая была не слабее, чем у Сюэлин, внезапно взмыла в небо. Вскоре перед Халян Тяньем появился мужчина средних лет, который выглядел очень изысканным, одетый в белую одежду и держал веер. Старейшины секты, в том числе Халян Тянь, все поприветствовали его. Отдаем дань уважения мастеру секты. Я никогда не думал, что смогу встретиться сегодня с двумя великими боевыми императорами. Одним из них является мастером секты Синего Тумана. Молодые юниоры были взволнованными. Нин Ци понял, что характеристики этого мужчины они мог увидеть, и сразу же осознал, что перед ним стоял великий боевой император. Леди, я – лидер секты Синего Тумана, Мусин Чинь. Могу я узнать, что привело вас сюда? Мусин Чинь посмотрел на Лю Суэфина и остальных и, увидев, что, хотя его собственные ученики были в плачевном состоянии, никто не умер. Говоря это, он щелкнул пальцем, его боевая Ци мгновенно ударила Дин Ло. Ледяная Ци, окружившая Дин Ло, столкнулась с другой боевой Ци, в результате чего Дин Ло освободился и поспешно отступил на несколько шагов. Он был рад, что эта женщина не убила его сразу же. В то же время, прибытие Мусин Чиня сделало Дин Ло более храбрым, он тут же обратился к нему. Мастер секты, эти двое ни во что не ставит нашу секту, они не только напали на меня и ранили учеников, они хотят забрать драконью кость, которую дал мне Суэфин, они заслуживают смерти. Выражение лица Мусин Чиня изменилось. Он холодно посмотрел на Дин Ло. У тебя есть право говорить здесь мне? Дин Ло нахмурился и хотел оспорить это, но когда он увидел намерение в глазах Мусин Чиня, он сразу же отошел и замолчал. Затем Мусин Чиня улыбнулся Суэлин и сказал, я плохо воспитал своих подчиненных, простите. Суэлин фыркнула, ее красные губы открылись. Верните мне драконью кость, тогда забудем об этом. О, но эту кость получил на ученик, как она могла быть вашей? Дин Ло, твой ученик украл ее? Спросил Мусин Чиня, отвечая у главе, драконью кость мы не крали, а нашли ее в пещере крысы бедствия в лесу. Тин Финя сказал, тихим голосом Цин Сюань. Правильно, Суэфин сказал мне, что там они и нашли кости. Они лгут, сказал Дин Ло. Мисс, вот так, вы можете доказать, что они украли вашу кость. Если это правда, я немедленно отдам вам ее. Мусин Чиня улыбнулся Суэлин. Несмотря на его дружелюбные отношения, смысл его слов был очевиден. Нет доказательств? Тогда извините. Вы хотите доказательства? Цитрин улыбнулась. От ее тела резко стал распространяться ужасный холод. Всех ослепила вспышка, а после на месте женщины появился небольшой белый дракон. Аура дракона стала давить на окружающих. Дракон, дракон. Лицо Мусин Чиня сразу стало серьезным. Значит, мисс из расы драконов. Правда на лицо. Лица Лю Суэфина и Цин Сюань стали бледнее снега. Как это? Показав свою настоящую форму, Суэлин снова превратился в человека и холодно сказала. Этого достаточно, чтобы доказать, что драконья кость моя. Конечно. На лице Мусин Чиня появилась горькая улыбка, а затем выражение его лица слегка изменилось, когда он закричал на Дин Ло. Почему ты еще не вернул кость? Да. Оскорбить дракона Семь Гуранга было ужаснее, чем оскорбить великого боевого императора. Если бы они узнали, кем была эта женщина, то отдали бы кость сразу же. Кость тут же вернули. Суэлин сразу же почувствовала знакомую ауру. С печальным выражением лица она протянула руку и забрала кость. Куанфын, это все моя вина. Я обязательно верну тебя в гробницу дракона, я не позволю тебе остаться тут. Закончив говорить, она осторожно щелкнула рукой, и драконья кость мгновенно превратилась в порошок. После этого, Суэлин собрала весь порошок вместе и превратила в хрустальный стержень. Динь. Поздравляем хозяина с выполнением миссии Жемчужина Снежного Дракона. Динь. Поздравляем хозяина, вы получили Жемчужину Снежного Дракона. Нинцы взглянул на отверстие своего меча. Бусина в форме ромба появилась в одном из семи отверстий. Здорово. Я наконец-то нашел одну из семи Жемчужин. Нинцы был безумно счастлив. Глава 190. Силы льда пошли. Сказала Суэлин. Да. Нинцы кивнул. Следуя за Суэлин, они стали покидать площадь. Толпа быстро расступилась перед ними, наблюдая как за уходящей парой. Мусин Чинь облегченно вздохнул, затем посмотрел на Лю Суэфына и сказал. Ты знаешь, что твой ученик изучил дьявольскую технику. Мастер секты, пожалуйста, дай ему еще один шанс. Лицо Дин Ло изменилось, и он опустился на колени маля главу. Лю Суэфын занервничал, потому что это касалось его жизни. Пять лет в заперти. Сказал Мусин Чинь. Затем взлетел и исчез. Фу, пока я жив. Придет день и я в сто крат отплачу за это. Нинцы, просто подожди Лю. Суэфын облегченно вздохнул, решив все в своем сердце. Покинув пик синего тумана, Суэлин внезапно сказала. Мне нужно идти, дьявольский король дракон пока еще не нашел меня. Я должна вернуться в клан и отнести кость в гробницу дракона. Ах, почему ты уезжаешь так скоро? Нинцы не желал этого. Я пообещала этой маленькой девочке, что возьму ее поиграть. Просто сейчас не та ситуация, поэтому я вернусь, когда появится возможность. Сказала равнодушно Суэлин, смотря вдаль. Хорошо. Я с нетерпением буду ждать следующей встречи. О, возьми их, поешь по дороге. Сказав это, Нинцы вынул сотню бутылок питательного эликсира высшего класса желтого ранга и отдал их ей. Суэлин кивнула, и не церемонись забрала их все. Я пойду. Как только она закончила говорить, Нинцы увидев вспышку перед глазами, и Суэлин исчезла без следа. Нинцы замер на несколько секунд, затем покачал головой. Почему мое сердце чувствует себя неуютно? Неужели мне она понравилась? Нет, она дракон, а я человек. Если бы мы были вместе, чтобы развеять свои мысли, Нинцы немедленно достал меч убийцу драконов. Меч убийца драконов получил жемчужину снежного дракона и пробуждает силу льда. Сила льда? Может она похожа не технику Суэлин? Давай попробуем. Нинцы держал меч и ударил по большому дереву неподалеку. Внезапно из меч вышла сила и забрала 30% боевой ценинцы. После этого белый дракон вылетел из меча и врезался в большое дерево. Нинцы почувствовал, что вокруг него стало очень холодно, а большое дерево мгновенно стало ледяной скульптурой. Неплохо. Это поможет мне в будущем. Радостный Нинцы убрал свой меч. Пока не буду возвращаться. Пойду охотиться на драконов. Нинцы пошел в направлении, которое указал Сиатзинь. Вскоре после того, как Нинцы ушел, шпион ринулся к Мурон Куди и доложил. Юноша, который забрал все духовные травы павильона Хундань, покинул город и направляется один к снежному хребту. На лице Мурон Куди появилась улыбка и он распорядился. Иди, возьми людей, заберите все травы. Да, сэр сказал. Шпион. Если бы Мурон Куди знал о том, что произошло в секте Синего Тумана от Мурон Кью, то определенно бы не захотел становиться врагом Нинцы. Ар. Демонический зверь 4 Гуран Ганниского класса. Тигр яростного пламени. Внезапно атаковал в спину Нинцы, спрыгнув с небольшого холма. Я ждал тебя. Нинцы злобно рассмеялся. Взмахнув лезвием тигр, все тело которого было окутано бушующим пламенем, превратился в лед в воздухе и упав на землю разлетелся на куски льда. Если бы я мог как Сюэлин свободно использовать эту технику. А так мне придется забыть об этой способности, если только ситуация не будет критической. Потребление боевой ци довольно велико. Я могу использовать ее не более 10 раз. Кажется, мне нужно создать таблетки восстановления ци на всякий случай. Нинцы убивал всех зверей на своем пути, но так и не получил ни одной монеты дракона. Спустя некоторое время Нинцы смущенно улыбнулся и громко сказал. Хватит прятаться, убирайся ты. Отдай все духовные травы и таблетки, и мы пощадим твою жизнь. Четыре боевых короля один Гуранга в масках, одетые в черную одежду окружили Нинцы. Нинцы посмотрел на их характеристики и сразу же удивился Залтзяе. Хаттариханза. Ранг. Боевой король один Гуранга. Техника совершенствования. Темный ранг высшего класса, земной огненный щит, боевые навыки. Темный ранг низкого класса, разрез тысячи листов, очки здоровья. 11.000. Все они были со схожими техниками. Вы из Империи Красного Солнца, верно? Спросил Нинцы. Даже в Залтзяе, кроме Мурон Куди, никто не знал бы об их происхождении. Почему этот человек смог раскрыть их, впервые увидев? Ты. Кто ты? Задумался Хаттаринанза. Он был немногословен. Их было четверо боевых королей и один Гуранга, а против них был пиковый духовный мастер. Они не могли потерпеть неудачу. Поэтому он хотел узнать, откуда Нинцы знал об их происхождении. Этот вопрос был очень важен. Кто я? Я убийца драконов Империи Циньтан. Когда кто-то из Империи Красного Солнца встретит меня, не должен ли он упасть на колени и поприветствовать меня? Холодно сказал Нинцы. Империя Циньтан. Убьем его. Его глаза вспыхнули оттенком цвета крови, его тело вспыхнуло огненным шаром и затем он исчез. Когда он появился снова, то уже был над головой Нинцы. Техника передвижения. Единственное, чем известно ваша Империя Красного Солнца, это этой техникой. Однако, на мой взгляд, их можно использовать только против слабаков, как жаль. Когда Нинцы взмахнул своим клинком, его боевая циньгновенно уменьшилась на 30%. Воздух внезапно стал очень холодным, волна чрезвычайно разрушительного морозного цингновенно обрушилась на четверых убийц. Бам-бам-бам-бам. Четыре ледяные скульптуры разной формы упали на землю. По их лицам можно было увидеть, что они не могли поверить в происходящее. Они выглядели будто живые, но их жизненную силу мгновенно уничтожила сила льда. Глава 191. Поместье Божественного Дракона Динь. Поздравляем хозяина с успешным убийством боевого короля Один Гуранга. Вы получили 65 000 очков опыта Динь. Поздравляем хозяина, вы получили набор с игрой. Пожалуйста, откройте его в течение 24 часов Динь. За четырех человек Нинцы получил только один набор с игрой, но это было довольно удачно. Нинцы сразу же открыл его. Изначально он не особо надеялся на что-то хорошее. Набор с игрой предлагал ему три варианта. Техника темного ранга высшего класса. Земной огненный щит. После изучения будет доступен скачек. Максимальный радиус 10 метров. Демон высшего ранга Империи Красного Солнца хорош в пении и танцах. Спасибо за участие. Этот земной огненный щит неплох, его можно использовать для внезапной атаки, а также можно использовать, чтобы убежать, но расстояние в 10 метров слишком маленькое. Нинцы поразмышлял немного, а затем нажала на старт. Стрелка быстро крутилась и, наконец, остановилась на земном огненном щите. Динь. Поздравляем хозяина с получением техники земной огненный щит. Хотите изучить ее сейчас? Да, давай. Всего у техники было три уровня, каждый уровень увеличивал расстояние на один джан. Другими словами, нинцы нужно тренировать технику до три уровня, чтобы получить заветные 10 метров, о которых говорилось. Когда он решил проверить технику, то почувствовал, будто его тело слегка нагрелось. Затем со вспышкой света, он переместился на три метра вперед. Зал Тзяе, если мне попадется случай, то я непременно поквитаюсь с вами. Нинцы посмотрел последний раз на ледяные осколки, развернулся и ушел. Спустя какое-то время, еще несколько членов зала Тзяе прибыли и обнаружили остатки их людей. Они были напуганы и немедленно вернулись доложить об этом Мурон Куди. Они все мертвы, как это возможно глаз. Мурон Куди нервно дернулся. Мастер зала, мы сообщим об этом тысячи лиц. В конце концов, потеря четырех боевых королей слишком, сказал один из людей в черном. Судя по всему, они не были подчиненными Мурон Куди. За их спиной стоял еще более загадочный лидер. Когда Мурон Куди услышал слова тысячи лиц, то тут же испугался. Четыре боевых короля умерли. Я лично сообщу об этом мастеру. Не буду беспокоить вас двоих. Вы должны отправиться разыскать слеты этого парня. Не действуйте опрометчиво. Когда найдете его, доложите об этом. Тогда я лично приму меры Досер. Снежный хребет. Вокруг был один снег. Иногда здесь проходили страшные метели. Холод пробирал до костей. Если бы не особая боевая цененцы, то он не смог бы вытерпеть его. Тем не менее, этот холод покрывал небольшую площадь. Как только он миновал это место, погода постепенно стала нормальной. Фу, так холодно, Сиатзинь, где тот дракон, о котором ты говорил? Нинцы увидел, что выдыхая горячим воздухом, тот тут же замерзал. Сиатзинь встал на плечо Нинцы, указал в определенном направлении и несколько раз пискнул. Это была вершина Снежного хребта. Это же не дракон 6 Гуранга, не так ли? Без Сиатзы нам нелегко будет справиться с ним. На данный момент, прогресс с трансформацией Сиатзы составлял только 13%. Ждать придется еще долго. С ней Сиатзинь, даже если встретит дракона 6 Гуранга, то он превратится в их еду. Пи, пи, пи. Хорошо, я поверю тебе в этот раз. Пойдем, посмотрим. Пройдя по дороге, он поднялся на вершину горы с огромным усилием. Вершиной оказался утес. Находясь там, Нинцы услышал голоса, доносящиеся снизу, как будто кто-то разговаривал. Нинцы лег на край утеса и посмотрел вниз. Внизу было ледяное поле. Трое мужчин и две женщины стояли на ледяной поверхности, рассматривая огромную ледяную пещеру неподалеку. Они все были на 3-4 года старше Нинцы, с силой боевого короля. Две прекрасные женщины имели совершенствование и 4 Гуранга боевого короля. Двое мужчин были боевыми королями 5 Гуранга, а третий был самым сильным боевой короля 6 Гуранга. Империя 9 регионов, поместье Божественного Дракона. Дуань Цзюнь. Ранг боевой короля 6 Гуранга, техника совершенствования. Земной ранг среднего класса, 9 горящих небесных меридиан. Боевые навыки. Земной ранг среднего класса, яркий палец пустоты. Очки здоровья. 42-500 остальные 4 человека тоже были из поместья Божественного Дракона, и все они носили фамилию Дуань. Похоже, что они все были из одной семьи. Империя 9 регионов, разве это не та страна, которая изобрела пушку Дракона? Кто там? Выкрикнул Дуань Цзюнь, указав на Нин Цзюнь из кончиков его пальцев. Вырвалась боевая Цзюнь, она превратилась в меч и ударила вершину Утеса. Прозвучал громкий грохот, верхняя половина Утеса была разделена на две половины. Вскоре Дуань Цзюнь и другие четверо быстро окружили незнакомца. Нин Цзюнь вылез из укрытия и засмеялся. Привет всем. Как он посмел подслушать нас, убить его? Сказала Дуань Цзюнь, холодно смотря на Нин Цзюнь. Говори, кто ты? Что ты только что услышал? Если ты ничего не скажешь, тогда умрешь. Холодно сказал Дуань Цзюнь. Старший брат, почему ты говоришь с ним? Просто убей его, он все равно скорее всего либо из секты Синего Тумана, либо из секты Статрав. Для нашего поместья Божественного Дракона эти две секты являются второсортными. С презрением посмотрел Дуань Цзюнь на Нин Цзюнь. Второй брат, ты не можешь так говорить. У нас же нет проводника. Возьмем его. Дуань Цзюнь Хун улыбнулся. Взгляд, которым он смотрел на Нин Цзюнь, был жутким. Это нехорошо. Если он ничего не слышал, отпустите его. Сказала тихо Дуань Лэн Мэй, что все это время молчала. Нин Цзюнь понял, что на него смотрит как на свинью на разделочной доске, после чего он увидел ледяную пещеру, у него тут же созрел план. Он притворился, что испугался. Не убивайте меня, я ученик секты Синего Тумана, если вы убьете меня. Мой мастер Дин Ло не отпустит вас. Хе-хе, боевой император 6 Гуранга, пускай твой учитель приходит в империю 9 регионов и найдет нас. Запомни, мы ученики поместья Божественного Дракона. Усмехнулся Дуань Цзюнь Ди. Третий брат прав. Пусть он сначала разведает пещеру ледяного демона. Сестра Лэн Мэй, не будь такой мягкой. Если мы не сможем увеличить нашу силу, тогда мы действительно окажемся внизу списка, сказал Дуань Цзюнь. Какой сильный клан. Если у них такие молодые боевые короли и они внизу списка, то там что молодое поколение все боевые императоры. Тайно поразился Нин Цзюнь. Похоже, что разница между империей Белого Тигра и империей 9 регионов, вероятно, составляла несколько уровней. Это тогда хорошо. Молодой мастер, нам придется побеспокоить вас, сказала Тихо Дуань Лэн Мэй. Глава 192. Притвориться свиньей, чтобы съесть тигра. Страх на лице Нин Цзюнь Постоянно рос. Не используйте меня как пушечное мясо, я ничего не слышал. Отпустите меня. Хе-хе, ты хочешь уйти? Только во сне. Усмехнулся Дуань Цзюнь Ди. У тебя есть два варианта. Первый. Я тебя убью. Второй. Иди в эту пещеру ледяного демона и помоги нам разведать обстановку. Выбирай. Холодно, сказал Дуань Цзюнь. У меня есть еще вариант. На лице Нин Цзюнь появилась горькая улыбка. По крайней мере, вы должны рассказать мне про эту пещеру ледяного демона и что внутри нее. Много будешь знать, скоро состаришься. Равнодушно, сказал Дуань Цзюнь, явно не собираясь раскрывать больше информации Нин Цзюнь. В конце концов, под их давлением Нин Цзюнь медленно вошел в пещеру ледяного демона, а они последовали за ним на расстоянии 10 метров. Пещера ледяного демона была не такой темной, как представлял Нин Цзюнь. Вокруг был кристально чистый лед, солнечный свет снаружи опускался на лед, из-за чего тот испускал слабый свет. Пройдя около Стаджан, пространство перед ними внезапно стало больше. Это была огромная пещера. Тонкий слой льда накрывал это пространство, как купол. Здесь ничего нет. Нин Цзюнь повернулся и сказал. Невозможно. Они ясно сказали, что в пещере ледяного демона было наследие древних ледяных драконов. Что происходит? Может кто-то утащил наследие? Дуань Цзюнь слегка нахмурился, он расстроился. Осмотрев все в округе, было пусто. В ярости Дуань Цзюнь Ди ударил ледяную стену, из-за чего в ней появилась огромная дыра. Он сказал сердито. Это что получается, что наша поездка впустую? После этих слов он внезапно посмотрел на Нин Цзюнь, его рот изогнулся в зловещие улыбки, он направился к нему. Дуань Цзюнь и Дуань Цзюнь Хун не стали беспокоиться о нем. Дуань Джуха и равнодушно перевела взгляд. Характер Дуань Цзюнь Ди был таковым. Когда он чувствовал гнев, то ощущал себя неуютно, поэтому всячески выпускал его. Они давно к этому привыкли. Поскольку Дуань Лэнмы была относительно далеко, когда она увидела намерение Дуань Цзюнь Ди, было уже слишком поздно останавливать его. Умри. Дуань Цзюнь Ди нанес удар по Нин Цзюнь. Ах. Сначала они думали, что это кричал Нин Цзюнь, но Дуань Цзюнь первым почувствовал, что что-то не так. Этот голос, казалось, принадлежал его второму брату. Когда он подумал об этом, то сразу же обернулся. Дуань Цзюнь Ди стоял на коленях на земле, правая рука крепко сжимала свою левую руку. Кровь текла на том месте, где она была ранее. В то же время Нин Цзюнь Ди держал меч, который выпускал странную Цзюнь, и усмехнулся. Все вместе или по одному? Убейте его. Черт возьми, моя рука. Взревел Дуань Цзюнь Ди. Ты тоже боевой король? Подожди. Не так, твоя аура, пиковый духовный мастер. Ты тоже здесь за наследием древних ледяных драконов. Холодно сказал Дуань Цзюнь. Он посмотрел на Дуань Цзюнь Хуна и Дуань Джухой, после чего они быстро окружили Нин Цзюнь. Старший брат, его меч какой-то странный. Похоже, из-за невнимательности второго брата, он получил травму. Дуань Цзюнь Хун посмотрел на меч в руки Нин Цзюнь. Этот меч должно быть земного ранга среднего класса, а может и выше. На этот раз, поскольку я не смог получить наследие древних ледяных драконов, возможно, получив этот меч, эта поездка станет стоящей. Дуань Джухой жадно посмотрела на меч убийцу драконов. Они все еще не рассматривали Нин Цзюнь как сильного противника. Я дам тебе еще один шанс. Отрежь одну из своих рук, а затем брось сюда этот меч. После я позволю тебе уйти, усмехнулся Дуань Цзюнь. Вы думаете, что все будут слушать вас? Может мне меч тебе в голову бросить? По секрету, этот меч уже давно пересек небесный ранг. Нин Цзюнь безумно рассмеялся. Он превзошел небесный ранг? Невозможно. Этот парень пытается выиграть время, атакуем. Хотя он не верил этому, Дуань Цзюнь принял быстрое решение, направив свой палец на Нин Цзюнь. Дуань Цзюнь Хун и Дуань Джухой знали технику брата. Они не планировали сталкиваться с Нин Цзюнь в ближнем бою, а уничтожить его на расстоянии. Лезвие пяти тигров. 30% его боевой ци мгновенно исчезла в этом месте и так было холодно. Но с появлением жемчужины снежного дракона на окружающую местность обрушился чудовищный холод. Как это возможно? Моя техника яркого пальца пустоты. Что это за сила? Бам! Дуань Цзюнь взревел. Удар Нин Цзюнь пришелся по нему. Все остальные увернулись от атаки Нин Цзюнь. На лице Нин Цзюнь появилось разочарование, так как он не смог никого убить. Внезапно из ледяных стен вокруг стал распространяться белый туман. В конце концов туман сгустился в дракона. Это был небольшой дракон, летевший к Нин Цзюнь, только ради одного жемчужины. Дуань Цзюнь и остальные смотрели на эту сцену в оцепенении. Сотни тысяч драконов стали поглощаться жемчужиной снежного дракона, ее свечение становилось все ярче и ярче. Даже если этот клинок не небесного ранга, то как минимум земного точно. Он на самом деле смог вызвать такое. Очень вероятно, что эти драконы были сформированы из душ драконов, которые уже давно умерли. Размышляя, глаза Дуань Цзюнь вспыхнули жадностью. В чем дело? Нин Цзюнь странно посмотрел на жемчужину снежного дракона. Внезапно прозвучало системное уведомление. Из-за того, что жемчужина снежного дракона поглотила более тысячи душ ледяного дракона, урон силы льда увеличился на 30%. Ничего себе! Нин Цзюнь был очень рад этому. Он думал, что вставить жемчужины в меч было единственным улучшением. Он и не знал, что может улучшать эти жемчужины. Если он сможет найти еще души, то сила льда станет еще сильнее. Когда он соберет все семь жемчужин и улучшит их, то сможет разрезать горы и моря. Вскоре все души были полностью поглощены. Рев. Группа внезапно услышала ужасный рев дракона, распространяющийся из земли под их ногами. Вскоре ледяная земля начала дрожать. Нехорошо, это место рушится. Быстро уходим. Бум. Когда пол начал разрушаться, под ним оказалась черная бездна. Это была чрезвычайно огромная глубокая дыра, дна которой не было видно. Лед с потолка также начал падать. У них не было времени среагировать, и их завалило в пещере ледяного демона. Глава 193. Дворец ледяного дракона происходящее не осталось незамеченным другими практиками, что находили на снежном хребте. Все бросили в направление пещеры. Одним из них был старый знакомый Нин Ци, демонста королей Цу Ван Ли. Поскольку он использовал секретную технику, чтобы сбежать из империи Белого Тигра, его совершенствование упало на ранг, и он стал боевым королем 9 Гуранга. Вот почему он не осмелился вернуться в секту, иначе его старые враги в секте воспользуются возможностью и поквитаются с ним. Поэтому Цу Ван Ли бродил по миру, ожидая возможности восстановить свое совершенствование. Это необычное землетрясение. Эпицентр у пещеры ледяного демона, но я был там более 100 раз. Это просто обычная ледяная пещера. Может быть, кто-то открыл секрет, спрятанный в ней. Размышляя, скорость Цу Ван Ли стала еще быстрее, но прибыл он в самый последний момент. Есть следы борьбы. Аура боевого короля. Только кажется, что их там завалило. Цу Ван Ли, посмотрев на завалы, решил, нужно откопать это место и посмотреть, что происходит. В это время стало прибывать все больше и больше народу. Цу Ван Ли усмехнулся в своем сердце и позволил им самим копать «ах». Моя нога. Дуань Цзюньде закричал. Его левую ногу прижал огромный кусок льда весом 7 или 8 тонн. Вдалеке Нин Ци выпал с искучи льда. После всей этой неразберихи, он потерял почти половину своего здоровья. Он съел таблетку восстановления земного ранга, затем насмешливо посмотрел на Дуань Цзюня. Дуань Цзюнь покачал головой и сразу же подошел к Дуань Цзюньде, разбив кулаком валун льда. «Брат, ты в порядке?» «Быстрее, дайте мне лекарство и мою руку. Поймайте его для меня», — взревел Дуань Цзюньде. «Второй брат, не торопись, мы поможем тебе поймать его», — сказал Дуань Цзюньхун. «Что вы ищете?» «Ребята, забыли обо мне?» «Когда его здоровье вернулось к своему пику, Нин Ци отряхнулся от льда на теле и направился к группе Дуань Цзюнья». «Молодой мастер, мы не знаем, где мы сейчас находимся. Почему бы нам не стать друзьями и не найти выход отсюда?» «Предложила вышедшая вперед Дуань Лэнмэй». «Сейчас мы не можем бороться с ним. Мы должны сначала восстановиться». Решив, Дуань Цзюнь сказал, «Сестра Лэнмэй права, поскольку у нас с вами нет глубокой вражды, почему бы не успокоиться, пока мы не покинем это место, а после решим недовольство». Дуань Цзюньде был в ярости, что он имел в виду поднет глубокой вражды. Он потерял свою руку. Разве этого недостаточно? Он собирался взорваться, но в этот момент Дуань Цзюньхун нашел его руку и бросил ему. Дуань Цзюньхун подал ему знак глазами и в полголоса сказал, «Пока терпи, это больно, я помогу тебе восстановить ее». Увидев его намек, Дуань Цзюньде фыркнул и замолчал. После этого Дуань Цзюньхун достал бутылку мази и быстро восстановил руку Дуань Цзюньде. Тем не менее, ее нельзя было использовать, так как до полного восстановления потребуется несколько месяцев. «Хорошо, ради такой красивой и трогательной молодой леди, я оставлю вас в живых». Нин Цзюнь мог сказать, что у Дуань Цзюня есть чувство к Дуань Лэнмэй, поэтому он решил притвориться распутным и пофлиртовать с ней. Конечно же, увидев это, Дуань Цзюнь стал злиться. В своем сердце он поклялся, что если они покинут это место, им не только придется убить нинцы, но и уничтожить секту, стоящую за ним. «О, спасибо, молодой мастер!» Лицо Дуань Лэнмэй слегка покраснело. «Что это за место?» «Я только что услышал рев дракона, древние ледяные драконы все еще живы». Дуань Жухой оглянулась вокруг и обнаружила, что место, где они находились, было похоже на огромный дворец, вход в который освещал слабый фиолетовый свет, если бы не он, то тут вообще никто ничего бы не увидел. «Похоже, что это настоящая гробница ледяных драконов и мы ее как-то открыли», предположил Дуань Цзюнь. «Боюсь, это не случайно». Дуань Цзюнь Хуну кратко и посмотрел на нинцы. После того, как его меч поглотил так много душ драконов, все упали сюда. Не совпадение ли это? Все это, вероятно, из-за меча. В глазах Дуань Цзюнь Хуна вспыхнул незаметный холодок. Нинцы улыбнулся и сказал, «Обратного пути нет, так что давайте посмотрим, что есть в этом подземном дворце. Только не говорите мне, что хотите, чтобы я опять шел впереди». «Конечно, нет, если ты боишься, то можешь подождать здесь», сказал Дуань Цзюнь Хун и улыбнулся Дуань Цзюню. «Брат, пойдем». Дуань Цзюнь взял на себя инициативу и решил войти первым. За ним последовал Дуань Цзюнь Хун. Когда Дуань Цзюнь Ди проходил мимо нинцы, пристально посмотрел на него. За ним Дуань Жухой, когда Дуань Лин Мэй проходила мимо него, то решила обратиться. «Сэр, пойдем вместе». «Очень хорошо, я пойду с тобой». «Среди всех здесь я чувствую, что ты самая добрая». «А кстати, ты замужем или есть любимый?» «Что ты думаешь обо мне?» Рассмеялся нинцы. В это время спина Дуань Цзюня, который шел впереди, неосознанно задрожала. По одному его виду можно с уверенностью сказать, что он дико злился. Но чем больше он злился, тем счастливее был нинцы. Вскоре следуя по извилистой дороге подземного дворца, они добрались до первой развилки, и теперь не знали, как двигаться дальше. «Почему бы нам не разделиться?» Предложила Дуань Жухой. «Это не сработает. Если мы столкнемся с какой-либо опасностью, мы не сможем помочь друг другу». Дуань Цзюнь покачал головой. «Мы можем разделиться на пары. Таким образом, мы сможем сэкономить много времени и помочь друг другу», предложил Дуань Цзюнь Хун. «Я согласна», кивнула Дуань Жухой. «Однако, была одна сложная задачка, как им разделиться. Казалось, что никто не хотел оставаться один на один с нинцы. В конце концов, они уже испытали его безумную силу и поняли, что он был намного сильнее их всех взятых. Тем более они только недавно сражались с ним на смерть. «Мисс Лин Мэй, похоже, мы останемся вместе». «Дуань Цзюнь, не волнуйся, я позабочусь о ней», рассмеялся нинцы. Дуань Цзюнь крепко сжал кулаки и улыбнулся. «Большое спасибо, сэр, какой путь вы собираетесь выбрать?» Дуань Цзюнь Хун слегка улыбнулся. Нинцы небрежно указал на средний проход. «Мы выберем этот». Дуань Цзюнь Хун кивнул. Он был в одной группе с Дуань Цзюнь Де, поэтому они вместе вошли в первый коридор. Нинцы засмеялся, повернулась к Дуану Лин Мэй и улыбнулся. «Мисс Лин Мэй, мы тоже должны идти». Да. Глава 194. Наследие древних ледяных драконов Дуань Цзюнь стоял на месте и смотрел, как нинцы исчезает в проходе. Однако он и Дуань Цзюнь Хун не планировали идти по пути, который они выбрали ранее. «Они вошли?» Дуань Цзюнь Хун спросил тихим голосом. «Ах, третий брат, почему ты сказал нам следовать за ним?» спросил Дуань Цзюнь кивая ему. «Вы забыли, что причина, по которой этот дворец открылся, очень вероятно из-за его меча. После того, как он поглотило так много душ драконов, отсюда раздался крик дракона, а затем ледяной пол начал разрушаться, поэтому я подозреваю, что он знает, что это за дворец. Похоже, что он намеренно пришел в пещеру за наследием древних ледяных драконов», объяснил им Дуань Цзюнь Хун. «Ты имеешь в виду, что он знает, куда идти?» Дуань Цзюнь Де нахмурился. «Уверен на 70%,» сказал Дуань Цзюнь Хун. «70% достаточно. Пойдемте, давайте проследим за ними, но будьте осторожны, нас не должны раскрыть. Что касается Линмы, она слишком наивно», сказал Дуань Цзюнь. После этого они последовали в проход выбранной нинцы. «Молодой мастер, я видела, как вы небрежно указали пальцем, но уверенность свою вы не смогли скрыть от меня. Почему вы решили пойти этим путем?» С любопытством спросила Дуань Линмэй, оглядываясь вокруг. «Мое шестое чувство подсказывает, что это правильный путь», хихинул нинцы. «Пи-пи-пи». Когда Сиат Цзюнь услышал, как нинцы забирает его славу, недовольно запищал. Когда Дуань Линмэй услышала писк Сиат Цзюня, повернула голову и удивленно спросила. «Драконья мышь, это же демонический зверь шесть гуранга?» «Мисс Дуань действительно достойна быть выдающимся талантом. Она смогла распознать моего питомца с первого взгляда. «Такой деревенщина, как я, чувствует себя неполноценным», рассмеялся нинцы. «Неудивительно, что молодой мастер так уверен в себе. Похоже, что на нашем пути действительно можно будет найти останки древних ледяных драконов». Лицо Дуань Линмэй озарила счастливая улыбка. Пройдя через несколько развилок, они наконец прибыли во дворец, покрытый пурпурными кристаллами. Нежный фиолетовый свет мягко освещал их лица. Перед ними показался огромный хрустальный дракон, обнаживший свои клыки и когти. Сначала Дуань Линмэй испугалась, но когда поняла, что это не настоящий дракон, вздохнула с облегчением. «Молодой мастер – это статуя древнего ледяного дракона». Уверенно проговорила Дуань Линмэй после того, как осмотрела его. После чего вынула кусок ткани и передала его нинцы. Нинцы посмотрел на ткань. На ней был изображен огромного дракона, который был очень похож на того, что был перед ним. День. Хозяин успешно нашел труп древнего ледяного дракона. Пожалуйста, положите на останки жемчужину снежного дракона. С некоторой вероятностью вы сможете получить наследие древних ледяных драконов. Она увеличит силу меча убийцы драконов и даст дополнительное умение. Рев ледяного дракона черт – это статуя не кристалл, это в самом деле труп дракона. Его тело не сгнило, а превратилось в кристальную статую. Уровень этих древних ледяных драконов, вероятно, немаленький. Когда нинцы услышал системное уведомление, пришел в восторг. Под непонимающим взглядом Дуан Лин Мэй он подошел к статуе и приложил жемчужину. Молодой мастер – это А. Как только Дуан Лин Мэй открыла рот, на ее глазах из тела дракона вырвалась кость, от нее исходила холодная аура, после чего появился слабый синий свет, который начал впитываться жемчужиной снежного дракона. Это наследие ледяных драконов. Нинцы поднял голову и увидел, как Дуан Цзюни и остальные вошли в зал. Увидев происходящее, они гневно взревели и бросились на нинцы. Убейте его, мы не можем позволить ему получить наследие. Все произошло слишком быстро. Дуан Лин Мэй не успела среагировать, поскольку уже была втянута в битву. В это время Цу Ван Ли и несколько сотен человек выкопали в обрушенной снежной горе большую дыру. Цу Ван Ли первым нырнул в дыру, примитив фиолетовый свет исходящий из подземного дворца, на его лице появилась улыбка. Стоя рядом с входом, многие колебались. Легенда гласит, что в пещере ледяного демона жили ледяные драконы и там они оставили свое наследие. Прежде чем секта синего тумана успеет среагировать, мы должны действовать, а иначе не получим ни черта. Увидев фиолетовый свет люди взяли волю в кулак и ринулись вниз. Рядом с входом в пещеру стояли несколько людей в черном. Один из них сказал. Вернитесь и доложите об этом Мурон Куди, этот вопрос гораздо важнее, чем поимка этого отродья. Пусть прибудет сюда самостоятельно. Да сэр, его люди быстро исчезли. Милорд, нам спуститься? Им им, давайте сначала подождем, не делайте никаких поспешных действий. Если Цу Ван Ли обнаружит нас, то это помешает нашим будущим планам. 18 ладоней дракона Раздался рев дракона, из-за чего Дуань Цзюнь и другие были слегка ошеломлены. Нинцы воспользовался этой возможностью и ударил Дуань Цзюньде, который был и без того в невыгодном положении. Дуань Цзюньде тяжело приземлился на землю. Он чувствовал, как будто все его внутренние органы были раздавлены. Почувствовав железный привкус в горле, его вырвало кровью. Второй брат. Ты действительно заслуживаешь смерти. Дуань Цзюнь разгневанный посмотрел на Нинцы. Хе-хе, тогда почему ты стоишь? Почему ты так много болтаешь? Засмеялся Нинцы. Он тянет время, его меч принимает наследие древних ледяных драконов. Старший брат, задержи его, а я заберу меч. Дуань Цзюньхун наконец понял всю ситуацию и принял быстрое решение. Хотя Дуань Цзюнь не хотел отдавать Дуань Цзюньхуну меч, но учитывая силу Нинцы и тот факт, что Дуань Цзюньде получил травму, только он и Дуань Джухой могли задержать Нинцы ненадолго. Хорошо. Третий брат, быстрее разберись с этим. Дуань Цзюнь громко крикнул. Жухой, задержим его вместе. Дуань Джухой крикнула Дуань Линмэй. Линмэй, чего ты ждешь? Если мы получим наследие древних ледяных драконов, сможем показать свои навыки на Великом Собрании. Я, Дуань Линмэй посмотрела на Нинцы и не знала, как ей поступить. В своем сердце она крайне не хотела идти против Нинцы. Глава 195. Вот так встреча. Цу Ван Ли Дуань Цзюньхун быстро подбежал к мечу убийцы драконов. Его глаза не скрывали чувство жадности. Он вытянул руку, чтобы забрать его. Однако, как только его палец коснулся рукоятки меча, его тут же поразил сильный удар, из-за чего Дуань Цзюньхун болезненно закричать и потерял сознание. Третий брат произошедшее. Взволновала Дуань Цзюня. Ха-ха-ха. Воровать не так-то просто. Ведь так ребята Нинцы дико рассмеялся. Он внезапно превратился в огненный шар и в следующий момент снова появился рядом с Дуань Цзюней.